Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие сестры, я приветствую вас на этом маджрисе, который окружен ангелами, иншаллах, поскольку они искали именно нас, искали именно тех, которые собрались здесь ради одной цели, ради Всевышнего Аллаха. И пусть также мы соберемся возле реки посланника Аллаха, где следом за посланником Аллаха, пройдем в рай, иншаллах. И все мы знаем хадис, который мы часто слышим. Хадис гласит следующим образом. Талябуль айм, фарил блатун аля кулли муслими по муслиматим. Стремление к знаниям является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки. Но теперь задаются эти вопросы многие ученые, будь это ученые ислама или уже ученые светские. Какие науки? Какие науки приносят пользу? Приносят пользу как человеку, так и обществу. Иншаллах, мы это с вами разберем. Еще недолго, незадолго до этого времени, десяток, семь назад, наук и религию считались совершенно несовместимыми понятиями. Так называемыми диаметрально антигенистическими понятиями, говоря научным языком. Но это и не удивительно. Почему? Потому что основоположники, господствующие на тот момент идеологии, в частности атеизма, видели в религии акцию опустошения человека. В частности, это был Энгерс. Матсу рассматривал в ней опиум для народа. Ну а Ленин называл ее религией, называл актом угнетения духовного мира человека. Это было 70 лет. Но мы знаем, правда была и есть одна. Правда то, что в исламе нет разделений на светских и религиозных наук. Все науки, приносящие пользу, это науки ислама, дорогие сестры, это науки ислама. И фактом и доказательством этого мы можем привести то, что первым университетом, аналогию которого мы можем привести современным университетом, это был университет в Халифате. Университет, который был основан мусульманами. И считалось, что если любой человек желает изучить какую-либо науку, он должен был знать арабский язык. Почему? Потому что такие великие ученые, как Имам Газали, но вернемся еще ранее, великие ученые, как Ибн Уссина Фараби, они писали свои труды на арабском языке. И считалось, что человек, желающий изучить любую науку, он должен был знать грамматику арабского языка. Иначе никак. Здесь не идет речь именно о религиозных знаниях. Здесь идет речь о знаниях, приносящих пользу, будь это светские знания или же религиозные. И таким образом становится ясно, что Ислам, Ислам, это и есть путь, указанный Всевышним Аллахом, путь знаний, ведущий к благу на этом и на том свете. Это Ислам. В хадисе посланника Аллаха салли Аллаху алейху асаллима говорится, в хадисе перенан Абу Шайха, что знания – это опоры религии и душа Ислама. Опоры религии и душа Ислама, дорогие сестры. Тем самым становится ясно, что стремление к этим знаниям, приносящим пользу, является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки. И хотелось бы провести слова современника, ученого Шарм Мисмара, который сказал, что если любой другой иноверец, представитель любой другой религии, помимо Ислама, изучая науку, стремясь к знаниям отдалять от своей религии, то мусульманин, изучая науку, он приближается к своему Господу, потому что ему открываются двери, двери могущества Всевышнего Аллаха, где он уже понимает, что он бессилен. Он бессилен перед Великим Творцом, он бессилен перед алгоритмом сотворения этого мира, который неповторим. Он это понимает и приближается к своему Господу. И говоря о том, насколько Аллаху алейху алейху выделил обособен человека среди всех творений, даровав ему разум, мы можем сказать, что человек может превзойти уровень ангелов, но также он может упасть ниже уровня животного. Здесь будет зависеть это все от того, насколько рационально он использует свой агль, свой разум. Мы знаем, что когда Аллаху Та'алия сотворил Адама, алейхиссалям, Он повелел всем ангелам совершить поклон Адаму, алейхиссалям. Теперь рассмотрим тоже такие ангелы. Ангелы — это безгрешные творения Всевышнего Аллаха, которые ни на миг не забывают о Всевышнем Аллахе, они находятся в постоянном поминании. Но посмотрите, как Всевышний Аллах возвеличил человека, заставив этих ангелов безгрешного творения совершить судью. Значит, мы должны понимать, Аллаху Та'али нам дал эту возможность. Дал эту возможность стать лучше ангелов. Поэтому, водрузив знамя знаний, соответственно, знамя Ислама, мы можем произойти все уровни. Для этого нужно очень сильно постараться. И хотелось бы привести аят в Коран, на котором Аллаху Та'алия... Есть очень много аятов. Я бы сказала, что более 300 аятов, где Всевышний Аллах побуждает нас, говоря, Разве вы не разумеете? Разве вы не размышляете? Разве вы не знаете? Значит, Всевышний Аллах побуждает нас к этому, к размышлениям, к знаниям. И в одном аяте Всевышний Аллах говорит, сурт Алю Айман, аят 18, Аллаху Та'али ставит свидетельство того, что Он является Господом самого себя, в первую очередь. Затем ангелов и затем людей, обладающих знаниями. Людей, обладающих знаниями, Аллаху Та'али ставит свидетельство того, что Он является Господом и никто иной, и возвышая самую великую цель мусульманина – познание Творца. Вот здесь действительно и явным образом указывается степень человека, который обладает знаниями. И в итоге мне хотелось бы провести слова Имама Та'али, где мы четко и ясно понимаем, насколько важны эти знания, в котором он сказал. В книге «Эхья» приводятся слова Имама Та'али. Если мусульмане изготавливают иголку менее эффективную, иголку менее эффективную, менее практичную, нежели неверную, то вся мусульманская ума впадает в грех. Вся мусульманская ума. И тем самым мы понимаем, что улучшение условий жизни, что стремление к зданиям – это фарбуль кифая, это обязанность джамаата, которая возлагается на всю уму. И отвечать за него также придется перед Всевышним Аллахом. Поэтому, дорогие сестры, еще раз повторяю, в хадис посланник Аллаху, алейхи саляту и салям, то ли буль айлих фарибу туму аля кульли мусульми на мусульмати, я хочу призвать к знаниям, к знаниям, приносящим пользу на этом и на том свете. Конечно же, все мы прекрасно понимаем, что знания Всевышнего Аллаха – это является наивысшими знаниями. Но, тем не менее, улучшая намерение в науках, познавая и становясь профессорами своего дела, здесь также человек приобретает великую степень, степень перед Всевышним Аллахом в первую очередь. Пусть Аллаху Тааля одарит нас полезными знаниями, приносящими пользу на этом и на том свете, даст нам аль-амалю беляй, чтобы мы следовали своим знаниям и простить над нашими грехами. Аминат постаралась в тот регламент, отведенный для каждой ведущей, постаралась выделить самые основные моменты, важности и ценности знаний. Я очень надеюсь, что мы, конечно же, понимаем о том, что знания приносят нам, безусловно, пользу. И хотелось бы, чтобы мы помогали, как сказал Альмуту Найшад, наверняка каждый из вас, кто захотел прийти на этот мажорист, кто пришел, он имеет уже какие-то определенные знания. Важно, чтобы мы этими знаниями делились друг с другом, духовно оздоравливались, пополняли свой багаж знаний. И все изречения о необходимости и важности знаний нашего любимца Всевышнего говорят о том, что чем больше изучаешь ислам, тем больше меняется мировоззрение. Вот очень многие говорят, когда я стала изучать ислам, поменялось определенное мнение, стала по-другому на все смотреть. Действительно, мировоззрение меняется. И мир меняется, и зрение меняется. Да, ну, кто-то улыбается, понимает, о чем я говорю. Говоря, конечно же, о знании, о том, какую пользу оно приносит, и то, что нам, женщинам, как-то свойственно по природе украшать себя, я думаю, что самое лучшее украшение для женщины, это, конечно, знание. Образованное. Женщина, которая знает, она уверенная, становится более чуткой, более сострадательной, образованной, что помогает воспитать правильно детей. То есть вот эти знания, которым очень большое значение придаётся в книге книг, оно, безусловно, для нас имеет огромную пользу. Немало говорится и о духовной красоте, я думаю, что это именно знания и дают нам эту красоту. Поэтому, конечно, мы все друг друга призываем, чтобы мы не тратили время на, может быть, проявление ревности, что очень свойственно нам, женщинам, на проявление ненависти, на просмотр каких-то, может быть, бессмысленных фильмов. Давайте действительно уделять время знаниям, быть полезными друг другу, воспитывать здоровое общество, духовно оздоравливаться. Ну и говоря о духовной красоте, конечно, хотелось бы нам свойственно, женщинам, ещё раз хочу сказать, что мы немало времени уделяем красоте. Поговорить и о внешней красоте, это то, что, в принципе, да, по природе нам это свойственно. И мы стараемся это делать в последнее время всеми дозволенными, порой даже недозволенными методами. Как быть красивой, но при этом не навредить. То есть быть красивой, ухаживать за собой, быть привлекательной и для мужа, это, в общем-то, наша обязанность, но как при этом не навредить в наше современное время. Об этом подготовлен материал работницы духовного правления, отдела просвещения, нашей всеми любимой Фатимы Амаровой, которая работает и стоматологом в городе Махачкала. То есть будете в городе Махачкале, можете обращаться, это лучший стоматолог в нашем городе. Ну и послушаем материал, который она подготовила. Пожалуйста. Я приветствую всех сустёк лучшим приветствием, которым нас научил посланник Голландии, саламу алейкум, ва рахматулла и ва бараката. Вот мне вот Таева здесь прорекламировала чуть-чуть, но я люблю все свои работы, но больше всего я люблю разговаривать с вами, общаться с вами. И если хоть одно моё слово для вас какое-нибудь изменение в жизни будет сделано, то это будет не зря. Уважаемые сёстры, я вижу здесь очень и молодых, и красивых очень женщин. Но, наверное, к женщинам взрослым это не относится, но я хочу больше всего поговорить о том, что сейчас страдает, чем страдает, какой болезнью страдает наша молодёжь. Вот моя лекция называется «Это страшная красота». На самом деле, если говорится о том, что как может красота спасти мир, если она только и делает, что требует жертв. Многие девочки любят такую фразу, что красота спасёт мир, или красота требует жертв. Как она может спасти мир, если она требует столько жертв? Очень много девушек почему-то в последнее время забывают, сказать, что они мусульманки, и прибегают к тем методам, которые были прокляты, всевышним, о которых пророк Саланага Алиасаев говорил, что Всевышний проклял этих людей. Давайте вспомним о том, зачитаем, как я специально записала, чтобы не ошибиться, что Аллах проклял женщин, которые делают татуировки, которые выщипывают брови, и которым выщипывают брови, которые распиливают зубы для красоты, и изменяют творение Аллаха. Вот по пунктам хотелось бы разобрать именно то, почему Всевышний проклял вас. Представляете, вот проклятие Всевышнего, ну вот как бы много могут думать, там, ну, проклял, ну, как бы страшно звучит, но не понимая сути этого проклятия. Всевышний также проклял Иблиса. Мы все знаем, кто такой Иблис, да, шайтан, дьявол, да, вот как его называют. И сказал, что «Моё проклятие тебе, Иблис, до Судного дня». То есть, что он сделал этим? Вы знаете, наверное, кто не знает, напомню, кто такой был Иблис. Это был один из самых лучших ангелов Всевышнего Аллаха, то есть из самых лучших людей, ну, не людей, а творений Всевышнего Аллаха, которые поклонялись Ему и которые были Ему верны, так, как никто другой. Он знал лучше всех, он умел лучше всех поклоняться Всевышнему, он вызывал у него только довольство. И представляете, когда ангелы увидели на каком-то, написано, что один из них, ну, как бы, как предречение, да, что один из ангелов попадет в гнев Всевышнего Аллаха. Они настолько испугались, что пришли к Иблису, так как он был самым лучшим, и попросили его, «О, Иблис, сделай нам дуа, чтобы мы не были одним из тех, которые Всевышний как бы разгневался и отослал от себя». Иблис уверенный в себе, в том, что он никогда не будет таким, делая дуа всем остальным, пусть Всевышний, пусть не коснется вас это. И в итоге он сделал дуа им и сам попал в это. То есть вот Иблис в итоге был проклят. А что мы, женщины, как бы не боимся этого проклятия? Проклятие Всевышнего Аллаха — это отдаление от Всевышнего Аллаха вместе с его гневом. Мы все знаем, что лучшее пребывание женщины-мусульманки, да даже и мужчины, это находясь между страхом от гнева Всевышнего Аллаха и надеждой на его милость. Вот это состояние — это идеально. То есть мы надеемся все на милость Всевышнего, мы каждый раз просим Аллаха, прости нас, но при этом мы понимаем, что Всевышний может гневаться, и этот гнев для нас будет страшнее всего. Так вот, Аллах проклянул женщин, которые делают татуировки. Наверное, молодые девочки тоже сейчас не дадут мне солгать и сказать, что на самом деле это последнее время именно получило огромное распространение. Девочки, считающие себя мусульманками, я сейчас говорю о них, делают татуировки, на самом деле приходят для красоты, обманывают себя тем, что они делают это для мужа. Ну, как бы, ну, для чего делать это, если конкретно есть аят того, что Аллах проклял женщин, делающих татуировки. Аллах проклял женщин, которые выщипывают брови. Может сидеть девушка, которая не выщипывает брови, такая мусульманка, и делать выщипывание другой. Ну, при этом я же не выщипываю, но она просит. Вот так вот здесь написано про именно таких, и которым выщипывают, и которые выщипывают. Все вышли проклял их, проклял, отдалил от себя, нацелал на них гнев и отдалил от себя. Мы все можем прожить в отдалении, вот мы переживаем очень, да, вот когда родители там отказываются нам, или что-то, вот бывают такие ситуации. Если отдаление от родителей, мы можем прожить это нашу жизнь. И больно будет, всю эту жизнь будет больно, но мы отдалены от родителей. Развод, или там какое-то отдаление от близких родственников, мы проживаем просто несколько лет. Мы переживаем, потом проходит это. Но до какой степени мы должны переживать, если от нас отвернется Всевышний Аллах? Если Он нам скажет, все, как бы, да, проклятие твое. Как может женщина-мусульманка не бояться этого? Вот каждая из нас должна задуматься. Так что там есть, распиливают зубы для красоты, но, альхамдуля, у нас еще этой моды нету. Но раньше была мода, конечно, сейчас это может быть страшно звучит. Это женщины распиливали зубы, да, мелких таких, как спички становились их зубы, и это было красиво. Сейчас, конечно, это некрасиво, и мало кто это сделает. Надеюсь, в ближайшее время эта моду не появится, потому что все, что сейчас, мы зачитывали, здесь, в принципе, появилось. Также является греховным одевать шиньоны, парики. Мы, альхамдуля, мусульманки, все закрытые. Но есть девушки, которые считают себя этническими мусульманами, иншаллах, они тоже покроют свою голову. Очень часто сейчас появилась мода делать шиньоны. То есть в голову вставляют чужие волосы, накручивают их как-то, в чужие локоны вставляют. Вот это тоже запретно. Это тоже является тем, за что проклялся Всевышний Аллах, чтобы мы знали это. И хочется сказать, если для верующих мусульманок какие-то из приведенных мной доводов являются как бы не сильно убедительными, то есть еще и медицинские доводы. Учеными, японскими учеными, было утверждено и доказано, что каждая бровь, бровь, которую мы выщипываем, заставляет отмирать одну клетку головного мозга. Это чтобы знали все сестры-мусульманки, что при том, что они выщипывают бровь, вот каждая бровь стоит вот этой красавицы в кавычках получать одной клетки головного мозга. И вот теперь вопрос. Если мы в первую очередь вредим себе, то стоит ли это красота этого? Вы знаете, что многие женщины говорят о том, что изменить форму носа, поменять губу, очень тоже распространенная сейчас стала накачать губы. Вот эта мода, которая пришла, явно не с ислама, явно не из покон веков, явно не из адабов наших, к нашим предкам. Нет, это то, что принес нам запад. А пророк Салалагу Алиянсанин сказал, кого вы любите на этом свете, кому вы уподобляетесь, с тем вы будете там, на том свете. Я вот хочу сказать, что вот это накачивание губ, молодые девочки, красивые, очень часто бывает, что даже девушка в хиджабе, но при этом она приходит, и у нее накачанные губы, и она это не скрывает, и она не скрывает свою, и она считает это красивым. Учеными, также медиками, уже доказано то, что тот факт, одна девушка, если придет сначала, изначально вот там вводят препарат этот в губы, специальный препарат, его, это ампула, да, вот этого препарата, допустим, да, вот примерно я говорю, стоит 12 тысяч рублей. Вот они покупают этот препарат, и идут к косметологу, и говорят, вот вам препарат, введите мне его в губы. Косметолог вводит, ну, девушка думает, слушай, я за 12 тысяч купила эту ампулу, давай-ка я ее всю введу. И вот это все, весь этот состав, от жадности, от глупости, от чего я не знаю, оно вводит в свои губы. Более там какие-то считающиеся себя умными девочками, делят этот состав на троих, на четверых, троем идут, и как бы делят деньгами, и все, и вводят это. Факт в том, что как бы вы ни делили, что бы вы ни делали, но учеными, медиками доказано то, что через полгода, это когда вам, вот вам же человек говорит, косметолог, через полгода у вас этот рассосется, и надо будет уже в второй раз вводить. Даже если это не рассасывается, оно не рассасывается через полгода, уже запрограммированная голова говорит через полгода, ой, у меня губы уже стали чуть меньше, пойдем-ка, надо еще раз накачать их. И вот этот называется хирургическая зависимость, она распространяется все больше. Через полгода они у вас будут чуть-чуть больше, через полгода, и вам это будет мало, мало, уже все будут видеть это, это будет уже некрасиво, но это есть, и это доказано. И в первую очередь, если сейчас получится вот этот ролик включить, который я подготовила, я разговаривала с врачом-косметологом, может быть, многие девушки, видя, что я закрытая там, я очень искала девушку-косметолога, который при этом не покрытая, ахамдуля, она мусульманка, я решила тоже покроется, но которая сказала правду. Очень тяжело было найти, потому что это их хлеб, это их кормит, это дает им финансовую стабильность. И девушка, которая говорила мне на камеру, она говорила то, она не с самого начала сказала, я делаю антирекламу всем своим коллегам. Я говорю, какая реклама лучше, я говорю, какие деньги лучше, что лучше, здесь на этом свете заработать или на том свете получить вознаграждение Всевышнего Аллаха, или на том свете услышать то, что ты в этот момент сделала хорошее, ты рассказала сестрам своим правду. Я сейчас могу много говорить об исчипывании бровей, я много могу говорить о вот этих накачиваниях губ, изменение формы носа. Изменение формы носа, это тоже то, что я сказала, и изменяют творение Аллаха, Аллах проклял женщин, которые выщипывают, делают татуировки, носят шиньоны, распиливают зубы и изменяют творение Аллаха. Вот изменение творения Аллаха для красоты. Девушки, которые приходят и говорят, для красоты, у меня такой некрасивый нос, меня никто замуж не берет, я хочу сделать нос. Да при чем тот замуж не берет и нос? Ты делаешь этот нос, и ты не знаешь, что твой хадар уже написан. Ты же знаешь, что давным-давно перья уже подняты, и чернила уже высохли, твоя книга уже закрыта и отложена. Кто, за кого ты выйдешь замуж, как ты с ним будешь жить, сколько раз он тебя ударит, как он тебе скажет, все уже написано. Единственное, что может поменять, это твое дуа. Единственное, что может поменять. Но никак не операция носа, никак не накачивание губ. Это все невозможно, не способно поменять то, что тебе написано. Ты просто со своим красивым носом, которым нас создал Всевышний Аллах, делаешь дуа, просишь у Аллаха богобоязненного мужчину, иншаллах он тебе будет. Потому что Всевышний скажет, будь, и это будет. А изменение носа вам не поможет. Ничего не сделает, кроме как гнева Всевышнего Аллаха и его проклятия. Если возможно, сейчас ролик включить. Если после ролика будут какие-то вопросы, начинаю я отвечу. Особенно опасны для здоровья человека это введение в кожные покровы синтетические биополимеры. Дело в том, что биополимеры, они могут долго находиться в тканях и никак не давать о себе знать. Даже в течение 7-10 лет, то есть спокойно могут находиться. И по истечению даже стольких лет, неожиданно потом может начаться воспалительные реакции. Если мы введем неправильно такие препараты в губы, наполнители, так называемые филлеры, то мы можем добиться асимметрии. То есть это будет кривизна или шишки на губах. Может привести к отмиранию тканей, к некрозу тканей, что в принципе уже непоправимо. Ткань приобретает при некрозе даже черный цвет иногда. То есть здесь уже тоже приходится делать хирургические вмешательства вплоть до пересадки кожных покровов. Чаще всего, конечно, это просто бывает прихоть. И большое уважение докторам, когда они отказываются от таких пациентов. На самом деле, прежде чем к такому решению прийти, надо очень хорошо задуматься, потому что любое вмешательство, особенно что касаемо лор-органов, то есть носа нашего, очень чревато. Очень часто, даже с эстетической точки, если смотреть, ткани потом реагируют на температуру. То есть на холод приобретается синюшность, кровообращение бывает нарушенное. То есть кожа даже портится после вмешательства. Расширяются поры, закупориваются, и очень часто обильное проявление комедонов бывает на носу. И это очень часто характерно именно после хирургических операций. Поэтому прежде чем к такому прийти, конечно, надо очень серьезно задуматься, потому что последствия бывают. Это не всегда приводит к эстетически хорошим результатам. На сегодняшний день актуальна стала такая проблема, это как синяки под глазами. То есть сейчас очень многие специалисты предлагают избавиться от этой проблемы с помощью введения филлеров, той же гиалуроновой кислоты. Очень такая сейчас актуальная тема на сегодняшний день, это относительно новая методика, и ее все больше и больше начинают сейчас практиковать. Но я очень много видела побочных последствий после введения в носослезную борозду каких-либо филлеров и наполнителей. Чревато это тем, что синюшность усугубляется, синяки на самом деле после процедуры становятся еще более выражены, плюс добавляется отечность под глаза и эффект мешков под глазами. Это очень такая деликатная зона, где у нас очень тонкая кожа, и избавиться потом, исправить уже в этой зоне, исправить эту проблему очень сложно, практически невозможно. Также часто сейчас применяют инъекции ботокса для разглаживания мимических морщин. Здесь тоже есть опасность того, что неправильные зоны введения могут привести к асимметрии лица, к птозу, то есть это опущение век, вы не сможете открывать до конца веки свои, к нервным тикам, то есть дергание некоторых зон, поэтому здесь тоже нужно быть предельно аккуратным. Уважаемые девушки, дамы, милые, очень часто я сталкиваюсь с тем, что вы приходите с проблемами, которых на самом деле у вас нет. Вы чаще всего бываете сами недовольны собой и видите в зеркале то, что на самом деле для окружающих совершенно незаметно. Не злоупотребляйте тем, что вы считаете доступным, то, что вы можете изменить, потому что на самом деле очень много бывает нехороших негативных последствий после таких вмешательств. Я желаю вам здоровья и научитесь любить себя такими, какие вы есть. Вот последнее, то, что сказала врач, это принимайте себя такими, какие вы есть. И хочется сказать, вот вы услышали, сколько противопоказаний, сколько всего плохого, то, что говорится о том, Всевышний запрещает, одобряет в соответствии с полезностью и со вредом. То есть, насколько это полезно для нас, насколько это вредно для нас. И свою заботу, и свою любовь к нам он проявляет через эти запреты. Никак это не прихоть, это чисто любовь и забота. Вы увидели, услышали, сколько всего, какие противопоказания, какое всё может быть. Если здесь есть вопросы, которые именно ко мне адресованы. Если поломан нос, дышать трудно, можно ли делать операцию? Если поломан нос и дышать трудно, я знаю этот вопрос, потому что я слышала, как отвечают на это алимы. И если есть показания к проведению каких-либо хирургических операций на лице по состоянию здоровья, то есть у вас поломан нос, у вас что-то с носом, это разрешено. Если вы поломали нос, его вставить на нужную форму, тоже разрешено. Если у вас какие-то перегородки, что-то с перегородкой случилось, и нужно убрать полип, это всё разрешено. Доказательством этого является хадис, как один из подвижников пророка на битве одной потерял нос. И ему пророк Салаваху Алиевасалим сказал «Восстанови его с помощью серебра». Ему он был восстановлен с помощью серебра, и через какое-то время он стал издавать зловонный запах. И тогда пророк Салаваху Алиевасалим сказал «Замените его на золото». Это было заменено. То есть если есть вред для здоровья, какая-то эстетическая неудовлетворенность неудовлетворенность того, что сделали, это всё заменяемо. Насчёт «Можно ли красить брови?» Это, наверное, Майл потом ответит. Ну, смотрите, красить брови для чего? Для красоты? Или их вообще у вас нет? Если вообще нету, и подкрасить брови, я думаю, что все увидят, что это вы накрасили их, то есть что это не вдруг они у вас выросли. И если вы красите их для красоты, для того, чтобы понравиться посторонним мужчинам, понравиться другим девушкам, это всё запрещено. Девушка, которая выступает против выщипывания бровей, вы ведь сами выщипываете. Или у вас такие, просто многие девушки объясняют, что замужнюю можно, другим нельзя. Извините, есть чем-нибудь обидно. Ничем не обидела девушка, которая спрашивает вопрос. Вы знаете, ну, скажи правду, да? В молодости, я была молодой, я сделала электроэпиляцию. Это то, что позволяет, потом брови не растут. Но, например, девушкам, которые сейчас это делают, это тоже запретно, но я это сделала в классе 9, может быть. Поэтому даже если я захочу сейчас их отрастить, они у меня не отрастут. Хотя я сделала таунду, пожалела об этом. И прошу Всевышнего прощения за это. Замужнюю можно выщипывать брови и нельзя. То есть этого нету. Такого нету, что замужнюю можно, взрослым нельзя, кому-то можно. Это запрещено в любом случае. Любыми, то есть если даже ваш муж скажет вам, выщипывайте брови, это вы, получается, слушаетесь создания Всевышнего Аллаха, а слушает Создателя. Создатель вам сказал нельзя, а тот, кого он создал, сидит и говорит вам можно. И вы, получается, выставляете приоритетами так, как нужно. Хотелось бы закончить свою проповедь тем, что напомнить вам слова известного писателя Павленка, который говорит, красавица никогда не удастся того, что удается умница. То есть будьте все умницами, будьте все правдивыми мусульманками, соблюдающими все законы Всевышнего Аллаха. И очень вас прошу, давайте в таком же составе встретимся в районе. Вы знаете, вчера, когда мы готовились на встречу к вам, и я знала, что будет тема красота, мне вот ради интереса я подала в поиск, что значит красота. Причем не духовное, а просто определение красивой. И к моему приятному удивлению, известному толковому словарю Ажегова, было несколько определений красивой, и на первый план было выведено красивой, высоко нравственной. Это о чем говорит, что даже автор такого известного толкового словаря ставит на первое место именно понимание красоты, именно духовной красоты. И я думаю, что каждой из вас вот эта вот внешняя красота недостаточно. И она, безусловно, если даже и есть, она выражается через духовную красоту. Часто можно услышать, ну вот, вроде невзрачный человек, но как заговорит. То есть наша духовная красота, она, мы понимаем, выражается и в нашем поведении, и в наших жестах, и в нашей манере говорить, в нашей манере одеваться. То есть вся духовная красота, когда говорят, а как ее увидеть, то есть вот пока не пообщаешься, вот действительно даже через манеру говорить и жесты можно увидеть духовную красоту. Еще один такой момент, который у меня хотелось бы упомянуть, я думаю, что многие слышали такое выражение «красота спасет мир». Так я уверена, что автор этого определения тоже имел в виду духовную красоту. Очень на это надеюсь. Если нет, то мы с ним не согласны, правда? Правда. Ну что ж, говоря о духовной красоте, конечно, это такое понятие очень индивидуальное, то, что одному нравится, совершенно не нравится другому. Ведь встречается такое, да? Поэтому, видимо, что значит красивый человек? Это правильные черты лица, или это, я не знаю, ровный нос, или накачанные те губы, которым сейчас так стремятся девочки. Безусловно, у каждого оно настолько индивидуально, но мы еще раз подчеркиваем, что внешнюю красоту можно увидеть только через духовную. Это факт, это аксиома, который не требует доказательств, милые девушки. Ну а о тех нравственных чертах, которые подчеркивают духовную красоту, конечно, мы должны знать и о многих качествах, которые относятся именно к нравственным. Это и вера терпимости, и проявление терпения практически во всем. Что значит терпение, что значит савуру, где его проявлять, какое вознаграждение. Я уверена, что каждая девушка об этом знает, потому что кому, как ни женщине, приходится так много терпеть. Конечно же, в большей степени именно нам. И от нас это требуется, и от этого многое зависит. Но, наверное, вы слышали о таком понимании в последнее время, как вера терпимость. Вот что это? По отношению к кому мы должны его проявлять? Об этом материал подготовил работник отдела просвещения Муфтеатра Республики Дагестан Саида Кахаева. Ассаляму алейкум, арахматуллахи, арахматуллахи, баракату. Уважаемые сёстры, я вас приветствую. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он укрепил нашу веру, помог нам сохранить истинный путь к миру, процветанию, взаимному уважению и, самое главное, к добру. Я сегодня хочу не рассказать, а напомнить о том, что Ислам — это религия мира и добра. Ислам — это не религия жестокости и насилия, которые хотят представить некоторые забудшие течения всему миру. Ещё раз повторюсь, Ислам — это религия мира и добра. Как мы знаем, Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает мусульманам относиться ко всем людям с добром и уважением. Всевышний Аллах повелевает мусульманам отвечать добром даже тем, кто причиняет им зло. Обратите внимание, даже тем, кто причиняет им зло. Пророк Мухаммад саллиллаху алейху ва салям, высочайший образец нравственности, призывал людей к Исламу всегда с терпимостью и с уважением относился к людям, независимо от вероисповедания. Примеров тому множество. Основной пример, когда он приехал в город Таев с призывом к Исламу, его встретили жестокие люди. Его забросали камнями. А что же сделал пророк Мухаммад саллиллаху алейху ва салям? Он в ответ помолился за них. Пророк Мухаммад саллиллаху алейху ва салям, призывая людей к Исламу, всегда относился с уважением в свете аята Корана, смысл которого гласит «Призывай, о Мухаммад, на путь Господа Твоего мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим способом. Какие бы суровые и жестокие люди не встречались на его жизненном пути, он никогда не отходил от этого принципа. Всевышний Аллах повелевает мусульманам относиться с добром как к мусульманам, так и к немусульманам. Мы ответственны за свой моральный облик перед всеми людьми. Для понимания этого достаточно привести несколько примеров из жизни пророка Мухаммада саляллаху алейхи вассалям. Например, когда он приехал в Медину, он там нашел полнейшую анархию и междоусобицу. В течение нескольких недель ему удалось навести порядок и призвать всех жителей к порядку. И на основе общественного договора мирно жили и мусульмане, и арабо-язычники, и иудеи, и небольшое количество христиан. Там не было жестокости, там не было убийств. Жили мирно. Почему? Потому что ислам это религия мира и добра. Также во временах халифа Амара рази Аллаху был такой случай, когда мусульмане отбирали земельные участки, принадлежавшие евреям, и строили на них мечети. Халиф Амар рази Аллаху узнал об этом, тут же направил приказ разрушить мечети и вернуть участки их хозяевам. Также у одного из подвижника пророка салли Аллаху алию вассалям были два сына, и они были христианами. Сподвижник подошел к пророку Мухаммаду салли Аллаху алию вассалям и спросил, принудить ли мне их принять ислам. В этот момент Всевышний Аллах не спасал следующий аят, смысл которого гласит «Нет принуждения в исламе». Видите ли вы, дорогие сестры, что ислам это религия мира, это не религия насилия и жестокости, которые хотят представить нам заблудшие течения. Альхамдуллях, у нас в Дагестане нет смуты. Да, Аллах, что всегда мы жили мирно, приносили добро людям и уважали друг друга. Всевышний Аллах призывает людей не встать на сторону насилия. Посланник Аллах призывая людей к соблюдению канонов религии, призывал людей также отходить и сторониться насилия. Он говорил, вера есть отказ от всякого насилия. Пусть никакой истинно верующий мусульманин не поддержит насилие. Есть много примеров о прекрасном отношении мусульман к немусульманам. И, пожалуй, примером тому может служить и мусульманский халифат, а также Османская империя, где 70-летнее господство которого можно было как бы доказательством являлось того, что 70-летнее господство Османской империи над большей частью Ближнего Востока и странами Малой Азии, а также многими странами Европы пример того, что именно миролюбивые принципы ислама способствовали развитию этого государства. Ведь на территории этого исламского государства жили и мусульмане, и немусульмане. И мусульманские правители предоставляли им лучшие условия для сохранения своей самобытности и религиозной, и национальной, и этнической. Также я хочу привести пример из жизни имамата Шамиля, из жизни государства имамата Шамиля. Имамат Шамиля был государством мусульманским. Имам Шамиль одесосировал великий шейх, предводитель мусульман. Он, на его территории жили и русские, и грузины, и другие русскоязычные населения. И они жили наравне с горцами. Имам Шамиль предоставил им отдельный, построил им отдельный городок для русского поселения. Более того, построил в этом городке церковь и предоставил им священникам. Посмотрите на величайшие нравственные качества нашего имама. Не было, он никогда не принуждал их к религии. Он насильно не принуждал их к религии. И на его территории много беглых солдат русских переходили на его сторону. Не согласившись с царским режимом, многие солдаты перешли на сторону имама Шамиля. И его доброе отношение к беглым солдатам царская армия и царское командование пыталось вскрыть от своих солдат со страхом того, что все больше и больше солдат перейдут на его сторону. И доказательством его хорошего отношения к своим пленным была жизнь в его Калуге. Когда он переехал жить в Калугу, повидать его приходили очень много людей. Не просто повидать, а целовать ему руку. Более того, от того, что было много желающих поцеловать ему руку, от того, что у него рука уставала, ему даже преподнесли табуретку, чтобы он мог опереться на эту табуретку, чтобы его рука могла опереться на эту табуретку. А когда спрашивали у людей, почему они так делают, те ответили, ведь нам, когда мы жили в его государстве, было хорошо, он нас никогда не обижал. А если кто-то из населения, из жителей этого государства, то есть имамата Шамиля, то есть из горца, если как-то по неосторожности кого-то обидели, обидели именно пленных, то тут же, как только он узнавал об этом, он сразу наказывал обидчиков и защищал пленных. подобных примеров из жизни ислама очень много. Их всех, конечно, не перечислить, но мы видим одно, что на территории мусульман, на мусульманском государстве мусульманские правители предоставляли им благоприятные условия для проживания немусульман тоже. И как я уже не раз повторяла, пророк Мухаммад призвал к добру. Он особое внимание уделял умению добропорядочно жить и в согласии жить с окружающими нас людьми. Как-то его спросили люди о посланник Аллаха, что лучше, что дано человеку. Посланник Аллаха ответил доброе отношение к окружающим людям. Благие дела предписаны каждому мусульманину, однажды сказал он правоверному. А если не найдет, как сделать их, спросили люди, тогда пусть потрудится собственными руками, тем самым принесет пользу самому себе, что так же будет благим делом, ответил посланник Аллаха саляма али-ю-а-салям. А если не способен он трудиться, снова спросили люди, тогда пусть хотя бы удерживает себя от совершения зла, ибо воистину это тоже будет благим делом. Также именно мусульманка, воспитанная на таких моральных ценностях Корана, будет нести людям мир и добро. Она с почтением будет относиться к мужу, будет милосердна к родителям, к окружающим людям. милосердна истинно 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 религии, то наша семья, в которой мы живем, будет самым высокоразвитым, мирным и процветающим, где будет царить мир, добро, любовь, уважение и благодать. А самое главное, это приведет к довольству Аллаха. Дорогие сестры-мусульманки, Всевышний Аллах создал нас, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы способствовали распространению Ислама, чтобы мы создавали уют в доме, чтобы мы дали детям правильное воспитание, соответствующее нормам Ислама. Всевышний Аллах не создал нас для того, чтобы мы распространяли пороки в обществе, чтобы мы распространяли сплетни, клевету и тому подобное. Всевышний Аллах создал нас для другого. Мы не должны забывать, что самая главная роль женщины, супруги, матери, сестры, дочери, это создание уюта и спокойствия в доме, опора для супруга, любовь и уважение к семье, создание уюта, мира, благополучия в нашем доме. Этому всему учит нас наша религия. Хвала Аллаху за то, что создал нас из числа мусульман, создал прекрасной половиной человечества, одарил благами этого мира и оказал нам свою милость. Я желаю каждой мусульманке, чтобы она совершала больше благих дел, чтобы мы стали добрее друг к другу, чтобы от нас были слышны лишь добрые слова и совершены добрые поступки. Да, Аллах, чтобы наш благой нрав, наш с вами внешний и внутренний мир способствовал распространению ислама и процветанию ислама на нашей земле. Спасибо. Действительно, в последнее время можно увидеть такое немножко агрессивное, неспокойное, нетерпимое отношение, какую-то озлобленность людей к другой культуре, к другому вероисповеданию. Вот тот материал, который подготовила Саида, он действительно еще раз подчеркивает о значимости проявления веротерпимости к людям другой культуры, к людям другой национальности, даже просто к привычкам другим, которые нам кажутся немножко неприятными. То есть проявление терпимости во всем. Наверное, вот это вот неприязнь и такое не совсем доброе отношение к другим культурам и нациям было всегда, но в последнее время, особенно среди молодежи, проявляются такие, ну вот именно это чувство в таких масштабных и очень на самом деле обеспокоенных размерах. Поэтому хотелось бы, чтобы мы об этом помнили и воспитывая новое поколение, конечно же, еще раз давали такое большое значение к тому, чтобы проявлять терпение друг к другу. Вот мы все здесь собравшиеся, женщины, кто-то из нас уже мамы, бабушки в первых рядах сидят, очень милые, добрые. Одна уже засыпала, сказала бабушка, сразу проснулась. Вот я что хочу сказать, среди нас есть и молодые, которые станут будущими мамами. это действительно особенный статус, который требует, и Всевышний требует действительно от этого от нас особого отношения к матери. Наверняка каждый вспоминает, если нет ряда матери, что бы мы могли сделать, где бы мог исправить какие-то погрешности по отношению к матери. Я бы хотела, чтобы мы сейчас посмотрели, послушали произведение о матери, которое подготовила студентка Дагестанского гуманитарного института Кадиева Фатима. Ну и дальше мы посмотрим небольшой ролик, который, я уверена, ваше сердце откликнутся, и это проявит такие правильные эмоции от ваших сердец. Пожалуйста. Дорогие мои сестры, дорогие мамы, я хотела поделиться с вами теплыми строками напоминания. Я счастлива, что судьбой мне дано оно. Оно как бездонный сосуд, который наполнен любовью и заботой обо мне. Я точно знаю, оно живет моей жизнью, моими проблемами и бьется в унисон с моим сердцем. От моих неудач она болит и даже плачет. Она чувствует мою душевную боль, даже если я не говорю об этом. О моей радости и успехе лечат ее как чудодейственный бальзам. Мои победы и достижения распирают ее от гордости и за эту нескромность я не могу ее осуждать. Я точно знаю, что она никогда не останется равнодушной, никогда не предаст, всегда придет на помощь, приласкает, обнимет, и я так же точно знаю, что она никогда не даст мне повзрослеть, ведь для него я всегда останусь милой маленькой девочкой, ведь оно сердце моей мамы. По-русски мама, по-грузински на-на, а по-аварски ласкова баба. Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Расул Гамзатов. Мама, мамочка, мамуля, почему так волнительно начинает биться наше сердце, когда мы произносим эти простые слова? Мама, как прекрасный цветок белой девы, цветок лилии, ее прекрасный цвет означает чистоту и непорочность. Приняющий ее зубом запах может растопить даже самое холодное сердце и дать почувствовать ему теплото и умиротворение. Лилия это символ ангела, который спустился с небес и даровал людям красоту и нежность, что был вплетен ее прекрасные волосы. Мама для любого из нас останется самым первым, самым родным человеком, потому что это человек, который всегда придет на помощь, обнимет нас, приласкает, всегда поможет. В самом маленьком возрасте мне казалось, что стоит крепко закрыть глазки, прижаться крепко к маминой юбочке, как беда и страх уходит сразу, а мама посмотрит на тебя ласково, обнимет, приласкает. Вот, беда ушла, снова светит ярко солнышко, и все уже не так уж страшно. Я всегда со спокойствием засыпала у мамы на объятиях, потому что я знала, мама рядом, и никто не обидит. Даже сейчас, хоть я и не маленькая девочка, вот, посмотришь на маму и скажешь, все хорошо, потому что мама рядом. Мама, как ласточка, которая сначала по весне хлопотки вывает в гнездо, а потом кормит и укрывает своих птенцов надежно своим крылом, спасая их от незгод и опасности. Мама не спит ночами у кроватки больного малыша, учит любить, учит доброте, умение терпеть, сострадать, быть человечным. Берегите матерей, так как они берегут нас, обращался своим читателем Анатолий Алексий. На самом деле сила материнской любви, она безгранична, она способна пройти через все препятствия, лишь бы спасти свое дитя. И как тут не вспомнить притчу Соломона о двух матерях? Соломонова решение было таково, разрубить ребенка пополам. Настоящая же любящая мать никогда не способна причинить боль своему ребенку, а наоборот возьмет эту боль на себя. Чужая же, черствая и бездушная готова упадеть даже на трагедию. На самом деле наши времена так изменились, что приходится долго ждать для того, чтобы отличить хорошее от плохое, доброе, от злого. Да, времена меняются нравы, но место для материнского подвига, для материнской любви остается всегда. И в наше время тоже. Мы мы с вами много слышим о матерях-героинях, которые воспитывают большое количество детей. Это также нам знакомо и слово приемная семья. Это место, где большое количество девочек и мальчиков находят то тепло, ту любовь, которой они были лишены в силу тех или иных причин. И вправду говорят, что у материнской любви на самом деле нет ни национальности, ни возраста, а вот сколько слез было пролито телезрителями у экранов, когда шел сюжет о турецкой женщине, которая уже несколько лет воспитывала человека, который уже был прикован к постели и потерялся в чужой стране. Все мы с вами помним этот ролик. Да, на самом деле примеров проявления материнской любви можно привести немало. Да что тут много говорить. Можно просто прийти домой, посмотреть на маму и сказать, мамочка милая, как же я тебя люблю. Тайком вздохну, о чем-нибудь горю я, и скрыв слезу приястом в свете дня, не беспокойся, маме говорю я, все хорошо, родная, у меня, тревожится за сына постоянно, святой любви, великая раба, по-русски мама, по-грузински на-на, а по-аварски ласкова баба. Алхамду лилляхи, Робби ла, аминь. Спасибо за эмоции, которые были вызваны в зале. Вы знаете, я не могу не вспомнить одну из программ в программе на радио Ватан. Я очень надеюсь, что среди собравшихся есть слушатели радио Ватан. Есть? Есть. Очень приятно вас видеть, я только могу слышать или думать, что нас слышно, а представить было в общем-то нереально. Поэтому я вас еще раз тоже приветствую как отдельных слушателей радиостанции Ватан. Вот когда я слушала Фатиму, то, о чем она рассказывала, мне вспомнилась одна программа, тема тоже была как раз-таки отношение к матери, насколько мы любим ее, достаточно ли благодарны. Я никогда не забуду звонок. К нам дозвонился молодой человек, и он со слезами говорил о той ситуации, которую он пережил. Но он обращался ко всем братьям, особенно братьям, с просьбой все-таки не забывать о том, что значит мать, проявлять недостаточное любви. Ситуация его была такова. Произошел несчастный случай, его мама оказалась в доме, когда разгорелся пожар, и когда он, в общем-то, был уже дома, мама была практически полностью в ожогах, то есть, когда они попали в больницу, ему сказали, что мать очень тяжело получила третью степень ожога, ну, вы же понимаете, да, что такое третью степень ожога, это практически все тело было обожжено, но он со слезами говорил, он не скрывал своих чувств, он не скрывал своих эмоций, он говорил о том, что он благодарит Всевышнего за то, что он дал возможность ухаживать за ней, и все это время до последних дней, пока мама была вместе с ним, он действительно ухаживал за ней, он просил прощения за то, что не смог рядом быть в те предыдущие дни, и когда он уже понимал, что ее дни и часы сочтены, он говорил о том, что он целовал эти раны, эти раны, раны ожога на теле матери, он их целовал и благодарил Всевышнего за эти минуты, поэтому, наверное, у кого-то из нас уже нет рядом матери, у кого-то есть, но мы не дорожим, нам кажется, это таким вот естественным, она должна быть всегда рядом, она должна помочь, она должна понять, но она тоже желает, она тоже человек, она женщина, она мать, она тоже желает слов благодарности, любви, можно не искать какие-то определенные слова, можно просто своим взглядом показать, что вы ей благодарны, сказать, что вы ее очень любите, и вот сюжет, который мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели, даже не сюжет, маленький ролик, я просто несколько слов скажу о том, как это было сделано, это авторские слова, это выражение любви моей коллеги Альфеи Трисовой, которая написала сама эти строки, но я увидев, она первую показала мне, я просто не удержалась и озвучила их, ну, я просто прошу вашего, может быть, не сколько внимания на картинок, сколько на слова, идущие от сердца дочери, которую очень любит, но которая немножко уже вдалеке, потому что она вышла замуж и поняла, насколько все-таки ценна мама, и как тяжело, когда ее нет рядом, давайте посмотрим. Прошу за ту, чье сердце бьется, судьбой моею лишь живя, за ту, что плачет и смеется, когда смеюсь и плачу я, за ту, что жизнь мне подарила, в ней не жалея ничего, меня любила и растила, ценой здоровья своего, прости, Аллах, ее ошибки, прошу, продли ее года, с лица прекрасного улыбки пусть не исчезнут никогда, ты прогони ее тревоги, ее печали прогони, на этой жизненной дороге ее Всевышней сохрани, прошу я для нее лишь счастья, не дай остаться ей одной, пусть все тревоги и ненастья ее обходят стороной, прошу, Аллах, дай ей увидеть счастливыми своих детей, и мне не дай ее обидеть, хранят зла других людей, как много теплоты таится в любимых маминых глазах, не дай же с них слезам пролиться, не дай грустить ей, о, Аллах, я знаю, нужно мне стараться быть мягче к ней и быть добрее, ведь обязал детей ты добиваться путем дозволенным довольства матерей, и может, не всегда мне удается быть дочерью хорошей для нее, но, о, Аллах, смотри, она смеется, чиста душой, она прощает все, и жизнь свою лишь детям посвящая, любовь проносят все эти года, и хоть всю жизнь, добром ей отвечая, не расплатиться с ней мне никогда, о ней ты позаботишься, я знаю, не дашь ей сбиться с верного пути, ее тебе я смело доверяю, ведь покровителя мне лучше не найти, прошу за ту, что всех людей дороже, чей голос льется музыкой звеня, за ту, кого люблю, и кем любима тоже, прошу за то, что просит за меня. Я ожидала, если я отвернусь, я увижу вот такую картину, спасибо вам за эти слезы, вы плачете, а я радуюсь, потому что сердца ваши открыты, сердца ваши по-настоящему бьются, и у них присутствуют такие очень важные качества, качества любви, понимания, благодарности, очень много говорилось в этом году о благонравии, вот одно слово о благонравии, но в нем очень много разных качеств, мне бы хотелось, чтобы мы, на самом деле, приятно видеть ваши эмоции, спасибо еще раз, хотелось бы послушать еще один материал о благонравии, в чем это проявляется, в какой ситуации, какое значение имеет, ну я думаю, что мама, вообще женщина, когда становится мамой, она, может быть, даже не замечает для себя, но она становится очень высоконравственной, потому что Всевышний дает ей проявление любви к своему ребенку, и, наверное, очень много таких чудеса внутри себя она обнаруживает. Давайте послушаем материал о благонравии, который подготовила Айша Мортузалиева, она является не только работником отдела просвещения, но и редактор очень замечательной передачи, ее зовут женщина. Саламу алейкум, дорогие сестры, когда мы сюда шли с моей мамой, она спросила у меня, наверное, так рано, в воскресенье никого здесь не будет. Ну, насколько мы видим, здесь не только очень много людей, но даже нет мест, и многие стоят. И очень приятно видеть такое количество людей, которые пришли сюда, понимая, что на самом деле здесь они могут получить пользу и что-то новое узнать для себя, так же, как и мы все выступающие здесь тоже. Как уже было несколько раз сказано, этот год был объявлен годом благого нрава. И, наверное, вы тоже слышали, дорогие сестры, а кто не слышал, услышит сейчас, что совсем недавно вышла новая книга нашего мусия шейха Ахмадхажа Абдулаева и называется «Благонравие праведника». Ранее она была на арабском языке, потом ее перевели на аварский, и сейчас она вышла на русском языке и доступна всем людям. Я вот, к сожалению, не взяла с собой эту книжку, чтобы показать, надеюсь, что она обычно по этому аль-Маттанайшад. Ну, вы ей зададете в исламские магазины, я думаю, что вы можете найти, она очень доступна. И, на самом деле, эта книга на сегодняшний день должна быть у каждой мусульманки, у каждого мусульманина, и я думаю, что даже детям, которые уже что-то понимают в религии, умеют читать, прочитав эту книгу, они найдут для себя много полезного. И мне было поручено подготовить лекцию о благом нраве из этой книги. Мы знаем, что благое нрав это основа нашей религии, основа ислама. Для того, чтобы мы могли усовершенствовать наш благое нрав, к нам был послан пророк Мухаммад, саля-ллаху алей-васалям. Он говорил, я послан для человечества для усовершенствования благого нрава. Сутью благого нрава является мягкость, деликатность и хорошее отношение к своим домочадцам, к соседям и вообще ко всем мусульманам. Пророк Мухаммад, саля-ллаху алей-васалям, говорил, обитатели рая это люди мягкие, те, которые относятся к людям хорошо, а люди, обитатели ада это люди злые и жестокие. И когда сподвижники спросили у него посланник Аллах, саля-ллаху алей-васалям, а как же определить жестоких людей? Он сказал, это люди, которые проявляют грубость по отношению к домочадцам, к соседям, к своей прислуге и вообще ко всем мусульманам. Мы знаем, что мы должны относиться к мусульманам так, вообще ко всем людям, не только к мусульманам, так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. То есть, как бы было приятно нашей душе, если бы отнеслись к нам. Ибо мы знаем, что за каждый поступок по отношению к людям мы получаем воздаяние от самого Всевышнего Аллаха. Если же мы проявляем почет к рабу в знак уважения хозяина, то есть получается мы возвеличиваем самого хозяина. Что это значит? То есть если мы проявляем уважение какому-либо человеку, а мы все являемся рабами Всевышнего Аллаха, значит, самому мы возвеличиваем самого Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах в одном хадисе говорит, обращается к своему рабу и говорит, «Я испытывал голод, но ты не накормил меня. Я испытывал жажду, но ты не напоил меня. Я болел, но ты не навестил меня». Тогда Раба Аллаха удивится и спросит, «Как же так, о Всевышний Аллах? Как же ты можешь испытывать голод, когда ты Господь всех миров и ты всем даешь? Как же ты можешь испытывать жажду, когда ты являешься Господом миров? Как же ты мог болеть, когда ты Господин всего мира?» Тогда Всевышний Аллах разъяснит своему рабу, «Такой-то мой раб испытывал голод, если бы ты накормил его, то нашел бы удел у меня. Такой-то мой раб испытывал жажду, если бы ты напоил его, то и это нашел бы ты у меня. Такой-то мой раб болел, если бы ты навестил его, то тогда ты нашел бы воздаяние от меня. То есть в зависимости от того, как бы мы отнеслись к любому человеку, которому мы можем чем-то помочь, мы получаем воздаяние от самого Всевышнего Аллаха. Очень часто мы на самом деле думаем о том, что я бы такому-то человеку сделал хорошее, а он мне в ответ ничем не отплатил, даже не отблагодарил. Но разве нам нужна благодарность людей? Разве нам нужно что-то хорошее от людей, когда мы можем получить самое лучшее воздаяние от Всевышнего Аллаха? Неужели даже ради этого нам не стоит просто кому-то дать стакан воды, чтобы он утолил жажду? Однажды, на самом деле, обладание благим нравом приносит пользу хозяину не только на этом свете, но и на том тоже. Однажды у посланика Аллаха, саллиллау али и вассалям, спросили, Абуталий очень помогал тебе при жизни и поддерживал тебя. Будет ли его польза на том свете за это? И пророк, саллиллау али и вассалям, сказал, если бы не я, то он оказался бы на самом нижнем уровне ада. Мы все знаем сами, кто такой был Абуляхаб, сколько вреда он приносил пророку, саллиллау али и вассалям. Но однажды его увидели во сне, пьющим воду из своего большого пальца. И эта милость ему была оказана каждый раз в ночь на понедельник. И оказана эта милость ему была за то, что еще при жизни он освободил свою рабыню, которая сказала ему хорошую весть о рождении пророка Мухаммада, саллиллау али и вассалям. Представляете, что он ее освободил, узнав вот эту хорошую новость, что родился у него племянник Мухаммад, за это Всевышний Аллах, даже несмотря на то, что он испытывает такие муки ада, каждую ночь на понедельник дает ему возможность испить воды из своего большого пальца. Один из великих людей говорил о том, что если моя община хочет, не видела пророка Мухаммада, саллиллау али и вассалям, но очень хотела бы его увидеть, то пусть посмотрит на Коран. Ибо взор на Коран и взор на посланника Аллаха, саллиллау али и вассалям, это одно и то же. Так как Коран, это является своего рода олицетворением, раскрытой книгой самого посланника Аллаха, саллиллау али и вассалям, который выражает его сущность. Другой один из ученых говорил о том, что если кто-либо из людей очень сильно желает увидеть пророка, саллиллау али и вассалям, пусть оживляет его сунну. Особенно тех местах, где она подвержена забвению. То есть тех местах, где на самом деле уже забывают вообще, что такое сунна, где ее не придерживаются. И вот если человек оживит эту сунну, то есть что только оживит, он будет следовать этой сунне, то он будет подобен тому, как будто он оживил все человечество. Другой ученый говорил о том, что после того, как на эту землю был послан пророк Мухаммад, саллиллау али и вассалям, для людей не осталось никакой причины, чтобы сказать о том, что они не знают, что такое дурной нрав и что такое благой нрав. То есть пророк, саллиллау али и вассалям, в подробностях подетально разъяснил нам, что такое хороший нрав и что такое плохой нрав. И сам он, мы с вами знаем, был олицетворением благого нрава. То есть он не просто рассказывал людям, пояснял о хорошем и плохом. Он сам являлся обладателем этого хорошего. И тем самым был для нас примером. Ученые богословы отмечают, что Всевышний Аллах давал посланнику Аллаха, саллиллау али и вассалям, предложил ему ключи от всех благ этого мира. Но посланник Аллаха, саллиллау али и вассалям, отказался от них. Тогда Всевышний Аллах возвеличил его, и мы все с вами знаем, ночь мираж, когда пророк, саллиллау али и вассалям, был вознесен на небеса. И Всевышний Аллах показал ему всех ангелов и показал рай. Но при этом взор посланника Аллаха, саллиллау али и вассалям, не отвлекался на недозволенное. То есть он не смотрел ни налево, ни направо. И тогда Всевышний Аллах сказал ему, поистине, ты обладатель великого нрава. То есть это говорит о том, что никакие мирские блага, никакие трудности, ничто на свете не могло заставить пророка, саллиллау али и вассалям, свернуть с правильного пути. Мы ведь с вами знаем, сколько несчастья и сколько испытаний он испытал при жизни. Его благословенная голова была разбита, его зуб был сломан. Но даже при всем этом, после испытывая такие трудности, он делал такую дуа. О Господь, прости этих людей, ибо они не знают, что они творят. И в судный день, когда все пророки будут заступаться, думать о себе, наш пророк Мухаммад, саллиллау али и вассалям, будет думать о нас с вами, будет думать о своей общине и будет повторять «О моя община! О моя община!». Также в этой книге приводится высказывание о благом нраве. Для чего нужны эти высказывания? Для того, чтобы на самом деле наши с вами спящие и беспечные сердца могли проснуться, для того, чтобы побудить нас с вами совершать благой нрав. Потому что на самом деле мы тоже ведь все-таки понимаем, что такое благой нрав, но не всегда ему следуем. Посланник Аллаха, саллиллау али и вассалям, сказал, у него спросили, вернее, кто из верующих является достойнейшим вере? И он сказал, обладатель благого нрава. А что же такое несчастье? Спросили у него. Он ответил, несчастье — это дурной нрав. Пророк саллиллау али и вассалям говорил, если у вас нет имущества для того, чтобы дать милостыню кому-нибудь, то проявляйте по отношению к этим людям благо и нрав. Совершайте хорошие поступки. И это заменит милостыню. Также однажды пророка саллиллау али и вассалям попросили сделать дуа. попросили его о том, чтобы он сделал дуа против язычников от их вреда. Обратился ко Всевышнему Аллаху. Но посланник Аллаху али и вассалям отказался и сказал, я был послан на этот свет как милость, а не как наказание. Даже против язычников он отказался делать дуа. Праведник Вахм говорил, если человек будет придерживаться одного хорошего, благого качества в течение 40 дней, то Всевышний Аллах сделает это его постоянной чертой характера. То есть мы можем выбрать для себя какой-то один маленький поступок, какой-нибудь благой нрав, не важно, что это будет, либо совершать вовремя намаз, либо восполнять наши намазы, либо помогать кому-то в чём-то. И в течение 40 дней будем следовать этому, то обязательно Аллах сделает это нашей постоянной чертой характера. То есть это войдёт в нашу привычку, мы будем всегда этому следовать. Также сказано о том, что благонравие — это терпеливое отношение ко всем трудностям, которые нам даёт Всевышний Аллах. Ещё сказано о том, что благой нрав — это видеть свой ибадат, своё поклонение очень ничтожно. То есть сколько бы мы ни поклонялись, на самом деле думать о том, что ведь мы ничего не совершаем. И довольство за теми благами, и благодарить Всевышнего Аллаха за те блага, которыми Он нас наделил. Всё это является проявлением благого нрава. Также в этой книге есть примеры проявления благого нрава. На самом деле это очень хорошие примеры. И может быть некоторые люди подумают, что всё это выдумка. То есть такого в жизни не было, что люди не могли проявлять, обладать настолько благим нравом. На самом деле это правдивые истории о тех людях, которые благодаря тому, что познали Всевышнего Аллаха, благодаря этому познанию проявляли благой нрав. Абдуллах Ибун Умар освобождал своих рабов, когда те исправно совершали намаз. И вот рабы, узнав о том, что их за это освобождают, начали совершать этот намаз на Бакас. То есть притворялись перед ним, что они хорошо совершают намаз. Но он их всё равно освобождал. Когда Ибун Умару сказали о том, что ведь твои рабы тебя обманывают, он сказал, если кто-либо обманывает меня в религии, то что касается религии, то я готова быть обманутым. Когда дети видели великого праведника Увайса Аль-Карани, то бросали в него камни, то есть не признавали его. На что он им говорил, дети, если нет возможности не бросать в меня камни, то вы бросайте хотя бы маленькие, чтобы мои ноги не были ранены и чтобы я мог стоя совершать намаз. То есть не ругал их, как, наверное, некоторые из нас поступили бы, не бронился бы на них, а просил их кидать маленькие камушки. Однажды некий человек шёл за Ахнафом Иван-Кайсом и очень сильно ругался на него, говорил ему непристойные вещи. Когда Ахнаф дошёл до квартала, где он проживает, он остановился и обратился к этому человеку и сказал, о молодой человек, если тебе есть ещё что-нибудь мне сказать, то ты мне скажи об этом сейчас. Потому что если мы дойдём до того квартала, где живу я, некоторые дурные люди этого квартала, услышав твою ругань, могут навредить тебе. Представляете, он на него ругался, а он заботился о нём, переживал, что его могут обидеть. Разве это не является наилучшим проявлением благого нрава? Однажды в дом шея Абдрахмана Ассали ворвались воры и забрали всё, что у него было дома. И он рассказывал о том, что когда он пошёл однажды на рынок, увидел плащ, который своровали у него в доме и его продавали на рынке. Но он отвернулся. Отвернулся, чтобы не видеть это. То есть не подошёл к этому человеку, не стал ругать его перед всеми и говорить, вот ты своровал мой плащ, а просто отвернулся. Правитель правоверных Али ибн Абдалев однажды позвался его слугу, но слуга не отозвался. Он подумал, что, наверное, тот не услышал, позвал его ещё раз. Опять слуга не отзывается. Тогда Али встал и пошёл посмотреть, почему же слуга не отзывается. Я увидел, что тот лежит. И он спрашивает у него, разве ты не слышал, что я тебя позвал? Я слышал, отвечает тот, но я знал, что ты меня не накажешь, и поэтому я поленился тебе ответить. То есть он знал о его благом грабе. И тогда Али освободил своего раба. Также есть история о том, что однажды Абусман шёл по дороге вместе со своими друзьями. И вот это было полуденное время, когда была очень сильная жара. И вот в момент кто-то с верхнего этажа опрокинул на них целый тазик золы. И эта зола попала на него, но он ничего не сказал. Но люди, которые находились рядом с ним, его друзья, начали ругаться и говорить о том, что как же можно было такое сделать. Тогда он посмеялся и сказал, зачем же вы ругаете людей за то, что они опрокинули на меня всего лишь золу, когда я заслуживаю огонь ада. То есть даже праведники считали, что они заслуживают огонь ада. Что же мы можем сказать о нас, которые на самом деле каждый день подвергаются грехам и не всегда мы делаем таугу, откладываем это на завтра. Ещё одну историю расскажу. Абдуллах Ибн Хаят шил, он был портным и шил одежду. И вот к нему в мастерскую часто обращался один огнепоклонник. Но расплачивался он Абдуллаху фальшивыми дирхемами. Дирхемы мы знаем это деньги. Абдуллах знал об этом, но всё равно продолжал шить ему одежду. Однажды, когда Абдуллах не смог прийти в мастерскую из-за своей занятости, там находился его помощник в мастерской. И огнепоклонник пришёл за свою рубашку и хотел расплатиться опять этими же фальшивыми дирхемами. Но ученик отказался брать фальшивые деньги, и ему пришлось дать ему настоящие деньги. Когда Абдуллах вернулся в мастерскую, спросил своего ученика, где ж рубашка огнепоклонника. И он рассказал ему, что тот пришёл, забрал её, но он не взял у него фальшивые деньги, а взял настоящие. Тогда Абдуллах огорчился и сказал, что же ты наделал? Этот человек постоянно, очень долгие годы расплачивался со мной фальшивыми деньгами. Я же их бросал в колодец для того, чтобы он не мог обмануть этими деньгами других людей. То есть представляете, каким должен был дать человек благим нравом, чтобы в ущерб себе шить одежду, брать за это фальшивые деньги, выбрасывать их в колодец только для того, чтобы другие люди не были обмануты этими деньгами. Конечно, дорогие сёстры, в этой книге есть очень много ещё интересного. Очень много разных историй о том, каким нравом владал пророк, саля лауре ва салям, о том, каким нравом владали люди, праведники, жившие в те времена. Но у вас есть, это всего лишь маленькая доля того, что я рассказала из этой книги. Опять-таки повторяю, что у вас есть возможность купить эту книгу, прочитать её и подарить своим соседям, родственникам. И, иншаллах, этой книге будет польза и вам, и будет вознаграждение от той пользы, которую получат те люди, которым вы её подарили. Вам спасибо большое, что так внимательно слушали. Пусть ваш маджлиз, все ваши дуа, которые вы сегодня здесь делаете, будут приняты Всевышним Аллахом. Спасибо ещё раз. Ассаламу алейкум. Спасибо большое и тебе. На самом деле прозвучало очень много получительных историй из этой драгоценной книги. Я вам тоже советую прочитать и приобрести на самом деле очень много таких жизненно важных моментов, которые отписываются из этих историй из жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум ассаллима. Ну, из того материала, который подготовила Айша, который нужно было вложиться в рекламе, к сожалению, о благонравии, конечно же, можно говорить очень много. Наверное, мы должны понимать самое основное, что благонравие это такая здоровая простота, это доброжелательность друг к другу. Ну и очень много качества можно перечислять, но самое важное понять, что благонравие это, ну, в общем-то, не рождённое на академических скамьях, а это качество, которое приобретается в процессе самосовершенствования, самовоспитания. И здесь нам помогают, конечно же, наши уважаемые алимы, такие его городные книги, жизнь пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум ассаллима, люди огромной величины, которые находятся рядом с нами, в нашей республике. Поэтому у нас, безусловно, есть источники, которые помогают нам, в общем-то, прививать в себе эти нравственные качества. Давайте посмотрим ролик, который подготовили. Вот таким должен быть внешний вид мусульманки. Закрытым должно быть всё, кроме лица и кистей рук. Но мусульманка не просто покрывает себя и одевается красиво, опрятно и стильно. Мусульманка стремится к этой опрятности и красоте в своей душе. И стремится к этому каждый день. И работает над этим. Работать не только над своим внешним видом, а самое главное – над своим сердцем. Это то, что знает и практикует или старается практиковать каждая мусульманка. С чего начинается образ мусульманки? Ну, во-первых, узнать о том, что девушка исповедует ислам по внешним признакам, можно только увидев на ней хиджаб. К принятию решения носить его, каждая приходит своим путём. У каждой своя история. Как раз открылся маленький магазинчик «Ресалат». И я говорю, я хочу что-то оттуда, что-то интересное. И вот я одела их тунику, потом я примерила себе платочек. Мне сказали, ты хочешь так ходить? Я говорю, да. Ну вот, ты знаешь, что если ты оденешь, потом как-то не снимают. Ну, они не знали о том, что я хочу одеть. И когда я пришла домой, муж тоже был удивлён, что я одела хиджаб. Ну, конечно, они все были довольны этим. Знаешь, как бы банально это ни звучало, когда надеваешь хиджаб, это уже, естественно, чувствуешь защиту. Но мы, как мы говорим о защите внешней, да? Но она и есть защита внутренняя одновременно. То есть ты чувствуешь защиту от всяких плохих мыслей, которые тебя окружают. Почему? Потому что человек, когда надевает хиджаб, он уже понимает, что он становится предметом того, что с него берут пример. И то, как ты себе преподносишь, то, как ты говоришь, то, какой образ жизни ты ведёшь, то это служит примером для других. И поэтому именно вот ты должна соответствовать этому званию. То есть хиджаб – это же не только покрывало, которое ты сверху одеваешь, не только косынка, который ты можешь закрыться и всё. Хиджаб должен быть в сердце. А что такое хиджаб в сердце, это, я думаю, что знает каждая девушка. Итак, после того, как мусульманка надела хиджаб и изменилась практически вся её жизнь, со временем поменяется её окружение. После этого поменяется её взгляд на семейную жизнь, уже существующую или планирующуюся. И тут уже взгляды, которые разделяет супруг, имеют огромное значение. Я не помню, чтобы мы очень бурно обсуждали вопрос о том, чтобы надевать платок или не надевать, какое отношение у него. Я по умолчанию понимаю, что любому мужчине нравится, когда его женщина покрыта. То есть он уже не чувствует дискомфорта, который бы он чувствовал, если бы лишний взгляд падал бы на его жену. То есть это такое, по умолчанию, внутренний комфорт, он чувствует себя уверенно. То есть его жена покрыта. Это не обсуждалось, я ещё раз повторяюсь. Я понимала, что любому мужчине это нравится. Я в первую очередь благодарю Всевышнего, что мы с мужем идём по одной дороге. что мы друг друга поддерживаем. Ну, в частности, он меня, конечно. И поддерживает, подбадривает и говорит мне, что правильно, что плохо. И для меня это самое основное, что есть в моей жизни. Это же ведь прекрасно, когда у тебя с мужем одни и те же взгляды, когда у тебя с мужем одни и те же интересы. То есть создаётся некий прочный союз и иншалла на всю жизнь. Мудрые люди говорят, если у тебя всё хорошо в семье, то значит в жизни у тебя всё сложилось хорошо. Работа, учёба, увлечение, всё то, из чего состоит жизнь мусульманки, это её право, её выбор. Никто не принуждает её работать или учиться. И никто ей это не запрещает. Работа, она, конечно, положительно влияет на мою жизнь, поскольку именно когда будние дни, да, я бываю какая-то собранная. То есть у меня всё по графику. Я знаю, что мне нужно сделать утром, плапеет, вечером. А когда это будет выходной день, он такой вот... Я, например, знаю, где бы, в каком бы городе я ни была, если я умею лечить зубы, я везде пригожусь. Это тоже как бы плюс является. А в плане того, что, конечно, каждый мужчина имеет право запретить женщине работать. Это в его правах. И женщина, которая очень много, часто бывают женщины, которые говорят о том, что я работаю, я зарабатываю, я молодец, а ты вот такой плохой сидишь на диване. То, что ты работаешь, то, что ты зарабатываешь, это в первую очередь благодарность твоему мужу. Потому что любой мужчина может сказать, сиди дома, не работаешь ты больше, не зарабатываешь. И кому от этого будет хуже? Явно не ему, потому что мы то, что зарабатываем, мы можем потратить на себя любимых. По шариату тоже так же. Поэтому я благодарна Всевышнему за то, что мне мой муж разрешает работать, и ему благодарна за эту услугу, оказанную. И как бы это мое любимое дело, и я им занимаюсь. Если говорить конкретно о работе, то, наверное, вспоминая свое предыдущее место работы, я хочу сказать, что был период, когда работа для меня – это были деньги, когда работа отдельно для меня – это было общение с коллективом, какая-то работа для меня была реализация каких-то внутренних своих возможностей. Сегодня я могу сказать, что радиостанция «Ватан» для меня – это и возможность заработать. Хотя вот я почему-то первым это обозначила. В данном случае это, наверное, самый последний пункт. Это и возможность общаться в коллективе, который для меня как семья. Это и возможность реализации маленького потенциала, но в обмен я получаю очень много жизненных возможностей. Работа – это вдохновение всей моей жизни, даже можно так сказать, потому что, как говорят, понедельник – день тяжелый, некоторые относятся к работе таким образом. В моей жизни бывает так – дают тебе выходные, там, суббота, воскресенье ты отдыхаешь, и ты уже скучаешь по этой работе и с нетерпением ждешь. Когда же наступит этот понедельник, чтобы снова пойти взяться за работу? Если соблюдающая мусульманка в дагестанском обществе хочет заниматься той или иной деятельностью, хочет учиться, хочет вносить свой вклад в жизнь общества, она этим занимается. И где бы она ни находилась, она продолжает свой каждодневный труд – выполнять веления Аллаха и остерегаться его запретов. Путь у каждой свой. И это тоже работа над собой. Образ мусульмани, какой он для меня? Он, в первую очередь, для меня представляется как семейному человеку в образе хорошей матери и в образе хорошей жены. Но я не сказала бы, что работа для меня на втором плане, то есть, ну, все-таки семья – это основное в нашей жизни, да? И, переходя на работу, в работе мусульманка какая должна быть? Она должна быть скромная, она должна быть кроткая. В любой работе, в любой, начиная с бисмиля, это не потому, что я такая хорошая, а потому, что каждый мусульманин так должен делать. То, что мы начали с бисмиля, уже в этом есть барракад. Поэтому, естественно, как бы, да, у меня и медсестра такая умничка, которая постоянно учится, как бы она в медресе ученицей является, поэтому она мне тоже не отможет чему-то хорошему научить, посоветовать. И, конечно, намаз вовремя выполнить, намаз вовремя выполнить свои фарзы. Это все тоже в первую очередь. Когда была на хаджи, мы все поднимались на гору Ухуд. И вот эта гора Ухуд, пока мы поднимались, мы все так все замучились. Это так тяжело было. И когда я поднялась где-то до серединки, я подумала, я распакалась просто и вспомнила о Хаджиджу. Я вспомнила о Хаджиджу и подумала, какая же она все-таки совершенная женщина. И если она сюда каждый день поднималась ради пророка, солилась им, чтобы накормить своего мужа, то есть, конечно же, нам до образа мусульманки далеко. Как видите, в буднях наших мусульманок есть место и служению Аллаху, и любви, и творчеству. Это именно тот самый красивый призыв, которому нас учил пророк Мухаммад, алисаляту ассалям. Все мусульманки, с которыми мы сегодня беседовали, это знают и осуществляют то, чему он нас учил. На самом деле у нас с вами, вот когда говорят о том, что внести вклад, развивать, говорить об исламе, это ведь не отдельный какой-то пункт в жизни, или это не миссия отдельных людей, отдела просвещения, работников. На самом деле каждый из нас, живя своей жизнью, может внести, потому что ислам — это образ жизни. Будучи мамой, мы можем быть хорошей мамой, которая будет доволен Всевышним. То есть вот практически везде мы можем проявить, проявляя свои нравственные качества, сказать о том, что мы живем по исламу, мы стараемся, и миссия наша, чтобы Всевышний был нами доволен. Ну а если вы желаете внести действительно какой-то определенный вклад именно в работе просвещения, то еще раз хочу сказать, мы очень часто бывает так, что мы можем собраться все вместе, говорить на разные темы. Вот чтобы не упускать время, давайте действительно не будем занимать его просмотром каких-то сериалов бессмысленных и обсуждением, да, очень много времени уходит на это. может быть ненужными общением в тех самых сетях, которые сейчас, да, дают очень много возможностей. Вот. А посвятим это время, как мы видели в роликах, каждый на своем месте может, живя и работая так, как положено, проявляя себя, как и неся этот образ мусульманки, нести свой вклад в распространение ислама. Спасибо огромное, что вы были очень внимательны. Вот. А то, что подготовили следующую постановку, мы попросили девочки, я думаю, что вам будет очень интересно, это такие реалии жизни. Может быть, кто-то немножко иронично к этому отнесется, но это действительно такие вот, ну, не знаю, к сожалению, я вот тоже буду первый раз вместе с вами смотреть, знаю, что это постановка отношений невесты со свекровью. Давайте посмотрим, а потом, может быть, какие-то комментарии будут у вас. Хотя я думаю, что ваши эмоции говорят о многом. Девочки, пожалуйста. Я не люблю его родственников, его братьев и сестер. Жена должна любить свекровь, его родственников и всех мусульман. Ну, сестру как-то еще можно терпеть. Она живет со своим мужем у себя дома, но когда я вижу свекровь, у меня в глазах темнеет. А что она тебе такого делает? Что ты мне можешь еще делать? Так мне хватает тому, что она живет вместе с нами, змея такая. Быстро торгайся, дружа. Ничего плохого не говори о свекрови. Бойся за своего мужа и благодари Всевышнего за него. А что я должна делать? Ходить вокруг меня, как ты, и назвать ее мамой? Нет, я себя так не унижаю. Я не считаю это унижением. Дай Аллах моему мужу счастье, его родителям, братьям, сестерам, всего самого-самого в этом мире и в том. А мои пусть поскорее умрут. Кроме моих мужей. Оставься рула, побойся Бога. Ведь твои родители мусульмане ближай. Все равно я их недолюбиваю. А как ты ведешь себя на работе среди людей? Никогда не работала в коллективе. Да и нужно что-нибудь не работать? А хозяйство какое у вас? Что должен делать муж, если не работать? Ведь по шариату он обязан обеспечивать свою семью. О, ты знаешь шариат? Там, где ты нашла этот закон шариата, не было написано об обязанностях жены. Я их на это не читаю. Да и к тому же муж знает мою принципиальность, если вдруг перестанет меня угождать. А как у вас пить у четырех детей? Получается быть для них мать? О, еще как получается. Они у меня тише воды, ниже травы. Если они шумят, всех четверых по углам расставляем. Да и к тому же, они для меня как щит перед мужем. Если муж что-то не так сделает, я всегда ему угрожаю. Заберу детей и уйду от себя. А он не любит своих родственников? Ну, вначале любил. Ну, сейчас передо мной слова не говорит кто-нибудь. Про свою мать вообще молчит. Он знает, если так не делать, от меня ничего хорошего он не увидит. Сестра Бежан, мне жалко тебя. Ты сама и твой муж, которого ты сделал подобный себе, входят в категорию людей, от которых мольба всевышнего не принимается. Ой, Ася, вы мечтали на танцы? Сама знаю, что для меня лучший этап. Говоря откровенно, я даже рада, что такая подруга живет вдали от меня. Ну, и не особо обрадовалась такой туре. И вообще пожалела о том, что встретила тебя. На том подруги расстались. Прошло 2-3 года, и подруги снова встретились. Вернее, Бежан пришла вдвоем с Ася. Ася, что делаешь? Можно к тебе это я, Бежан? Вот, хотя я в руки своих ногу. Я тебя не сразу узнала. Что с тобой? На тебе лица нет. Я пришла поделиться с тобой, Фен Гоя. Что случилось, Бежан? Моя невестка выгнала меня без дома. Узнала, что делать, и пришла. Знаешь, тебе попалась невестка хуже, чем ты сама? Да и ей, девчонки. Я свою свекруху никогда не била. Знаешь, тебе не успела. Я слышала, она умерла. Зато твое намерение исполнил твою невестку, Бежан. Даже после смерти эта свекруха не дает мне покоя. Это не свекруха, Бежан, это Всевышний. Он дал тебе невестку, как две капли воды, похожие на тебя. О, Аллах, если бы моя свекруха была жива. Я бы постаралась ее полюбить. Чем терпеть эти унижения от невестки? Я бы постаралась уважать ее. Да, действительно, я, наверное, зря ее ненавидела. Сколько бы ты ни звала, она не вернется в утро. Давай я пойду с тобой, может, примирю тебя с невесткой. О, моя свекруха, когда ты была жива, даже муж был хороший. Я теперь тебя люблю. Очень-очень тебя люблю. Понимаешь? Даже готова по хлопу. Вот, по-моему, это самая лучшая нотка и самая лучшая программа, которая подготовлена за сегодняшний день. Кто узнал в себе свекровь, кто узнал в себе невестку? Ну, по-моему, каждый в своей роли узнал себя. Ну, хотя мы с ироникой к этому относимся, это такие реалии жизни. Я думаю, что это, если мы вовремя к этому подойдем правильно и исправим, то все в нашей жизни изменится и будем делать уже, наверное, другое два. Ну, вот я смотрела за милыми бабулечками, я на протяжении всей этой встречи больше смотрю на них. И одна из бабулечек, которая напротив меня, она очень сильно возмущалась невестке, которая вела, вот, в общем-то, в образе плохой невестки была. Вы что-то говорили ей в адрес. Вы вспомнили свою невестку или себя в роли свекрови? Ну, решили умолчать. Хорошо, спасибо вам огромное за наши искренние эмоции. Спасибо нашим девочкам, которые смогли эту постановку, в общем-то, передать. Самое главное, хотя, вот, может быть, они бы сыграли лучше, если было бы немножко возможности технически тоже. Вот, проявление доброго нрава, благого нрава. В основном, конечно же, каждый материал говорил именно об этом. И как воспитывать в себе этот благой нрав? Рассказывали очень много ситуаций, истории жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Но есть еще очень важный момент. Наверняка вы слышали о том, что, ну, часто говорят, мы есть то, что мы едим. Вот насколько и какое значение уделяется это в исламе? Этике подготовки еды, насколько оно влияет на наш духовный рост? Об этом попросили подготовить материал работнику отдела просвещения у меня от Магомедовой. Я каждый раз, когда вижу эту девушку, я просто не могу об этом не сказать, пока она идет. Мы с ней встретились на святых местах. Нас объединило и объединило наши сердца именно эти святые места. Мы были вместе в хаджи, и каждый раз, когда они или говорю, или вспоминаю, невероятные воспоминания, конечно же, об этих самых счастливых днях. И этот человек, который беспокоится за каждого, кто встречается на ее пути, который готова всем тем, чем может, помочь и в словах, и в действиях. И, может быть, наша встреча сегодня не состоялась вовремя, я подчеркиваю, вовремя. Это все, в общем-то, ее заслуга тоже. Спасибо ей, давайте послушаем материал. Ассаламу алейкум арахматула и баракату, дорогой Хасавюртовский джамаар. Хасавюрт – город, в котором нет времени сидеть, при этом женщины-хасавюрты сидят здесь. Хасавюрт – центр торговли нашего Дагестана. Центр, где везде каждая минута дорога, каждая минута важна, и она расценивается в деньгах. При этом вы сидите тут. Машалла, борьба с навсами идет на высшем уровне. Что хочу я вам сказать, дорогие сестры. Вот сегодня много говорили о навсе, много говорили о благонравии, много говорили и учили нас, каким мы должны быть. Много приводили к примеру и жизни пророка Алисселя Цалям. Ну что можно к этому сказать? Подведение итогов этого всего. Вот разве плохо ли смотрятся те, которые сегодня выступали перед вами? Разве сегодня плохо смотрятся ли те, которые сейчас, одетые в красивых хиджабах, смотрят на нас сверху? Разве сегодня красиво ли мы смотримся вместе с джамаатом? Но все это, что в нас воспитывает? Мы должны знать же об этом. Многие говорят, счастье семьи зависит от еды. Многие даже задумаются, как так может быть, что счастье семьи зависело от земли, от именно еды. Но мы знаем, да, женщины, что во многом вся этика приготовления еды, покупки, возможно, возложена именно на нас. Мы покупаем, мы кормим. И мы должны задумываться, чем мы кормим, как мы готовим и что мы даем есть своим близким. Вот был такой случай. Мы часто слышим слова, раньше люди были добрее друг к другу, раньше люди любили друг друга. Сейчас этого нет. В одном прекрасном селе случился такой случай. Два брата между собой не могли поделить имущество. Кто такие братья? Братья, которые жили вместе, делили один кусок хлеба, сидели за одним столом, горести и радости переживали вместе. Вот два брата не могли поделить между собой имущество. Что такое имущество? И туда пришлось вызвать имама для того, чтобы мирно урегулировать этот конфликт. При том, что когда имам пришел туда, и все гости пока соберутся, имама призвали за стол. Он увидел, что на столе у них лежит еда. Там была жареная корочка. На что имам сказал, о, так хорошо, что у вас есть дома куры, вы разводите кур. На что ответили ему, сейчас нет необходимости абсолютно разводить кур. Сейчас все продается в магазинах. Вот тогда имам понял одну из основных причин, из-за чего произошел этот спорт. Почему мы можем так сказать? В книге Арашаха, 263-я страница, написано, все, что касается предосторожности еды, это обязанность человека. То есть мы должны, обязаны следить за тем, что мы едим, откуда мы это покупаем, что находится в содержании этой еды. Например, часто мы слышим такое, и часто мы видим это такое, у нас, аль-хамдуля, много алимов. Когда заглядываем в дома алимов, в семьи алимов, у них благоверная жена, скромные дети, порядочный сам человек, и от них только благое идет, исходит для мусульман. И их дети, их семья всегда готовы принести пользу нашим мусульманам. Почему это так? Да потому, что его жена всегда готовит еду в омовении. И тот, кто знает, что цены этому он никогда не позволит, чтобы жена была безразлична к тому, как она готовит эту еду. В этой же книге написано, что даже когда ты греешь воду для омовения, ты обязан соблюдать фазур. То есть ты должен устремить свое сердце на то, для чего ты это делаешь. То есть мы должны знать, что мы эту воду разогреваем именно для омовения, ради Аллаха, чтобы мы услужили ему. Мы разогреваем или кипятим эту воду для супа, чтобы это в конечном итоге стало баракатом и благодатом в нашем сердце, в нашем утробе, именно на пути Всевышнего Аллаха. Вот такими мыслями, если мы это делаем, мы знаем, что мы не пропадем. Мы часто слышим, что мы и знаем это. Те, кто, например, делали, как бы в практике применяли это, часто могут сами подтвердить это. 40 дней, если готовить для своего мужа еду в омовении, то это со временем меняет его плохой нрав. Есть не у всех мужья алины и не у всех женщин мужья благонравные. У некоторых тяжелый характер, у некоторых бьют, у некоторых курят, у некоторых пьют. Это все можно по чуть-чуть, по чуть-чуть вывести с помощью еды, приготовленной в омовении, 40 дней. У нас такой еще вопрос часто мучает. Мы часто задаемся тем, что можно ли кушать колбасу. Мы все любим эту колбасу. Насколько же она ужасно вкусная бывает. Но тем не менее, мы сами сомневаемся, можно ли ее есть. Но если вообще возникает этот вопрос, почему же мы не оставляем эту еду? При том, что у нас рынки заполнены благодатным халяльным мясом для нас. Вот объясни такой момент. Вот эти большие механические, технические комбайнера, в котором молят, перемалывают это мясо. Вот там, пусть это мясо будет халяльно зарезанное, но если до этого в этом комбайнере пропустили свинину, никто не будет этот большой комбайнер мыть по шариату, то есть 7 раз водой и 1 раз землей. Никто не будет. И при этом, когда халяльное мясо дотрагивается до этого комбайнера, оно уже не будет для нас халяльным. Почему? Потому что оно смешано с наджасой. Наджасой для нас. И уже исходя из этого, мы можем задуматься, есть смысл кушать эту колбасу, при каком бы халяльном ни было это мясо. Есть такой один момент, часто задавали мне вопрос о том, что вот у нас есть черкейская колбаса. Это не реклама. Я в целях рекламы, в прошлый раз тоже хотела упустить этот момент, но в Черкее или в Рисалат-Хлодинге, или в том месте, где знают о ценности этого, о наказании перед Всевышним за то, что они дают недоброкачественную еду. Никогда в жизни не станут резать и промалывать свинину через эти комбайнера. Насчет того, что вот можно ли есть черкейскую колбасу или колбасу, в которой есть наше духовное управление оставило свой отпечаток, можно не задаваться этим вопросом. Но тем не менее, у нас очень много других колбас на рынке, поэтому будьте внимательны и бдительны к тому, что вы кушаете именно. Вот еще хотела такое сказать. Итак, наш имам Ашаси сказал, тот, кто в начале скажет «Бисмилля», а в конечном итоге после еды скажет «Аль-Хамду-Лля», эта пища превращается в его утробе, в нур. И мы знаем, если в нур в нашем сердце, то нам же легче держать хузур и в намазе. Сейчас для нас проблема содержать хузур в намазе. Проблема. Мы вспоминаем Аллаха только тогда, когда вступаем в намаз, и вспоминаем Аллаха, когда выходим из намаза. А вот этот промежуток мы в гофлате совершаем под намаз. Почему? Так потому, что нас окружает во многом харамное. Мы смотрим на харамное, мы едим харамное во многом, поэтому нам тяжело сохранить этот хузур. Если мы постараемся, иншаллах Рахмана, есть же малая доля хотя бы надежды на то, что мы сможем как-то оправдаться за свои намазы. Если дальше подумать, как углубиться, наш имам Багаудин Нашумандир, он своим мюридам, своим ученикам готовил своими благословенными руками. Благословенными руками. Ему не стыдно было подавать, убирать и мыть за этими людьми. Он с удовольствием это делал. И не разрешал никому есть без омоления и не сосредоточенным быть на еде. То есть даже когда мы кушаем, мы должны кушать, зная, что мы кушаем ради удовольствия Всевышнего. Что мы кушаем, чтобы во нас были силы для того, чтобы мы могли делать ибадат Всевышнему Аллаху. Если мы именно так будем кушать, иншаллах Рахмана, есть надежда на то, чтобы со временем мы станем омолом лучше, чем были вчера. Также наш шейх Бахадин Шуманди, когда приехал в Гарсвуд, ему принесли еду. Соответственно, эта еда была приготовлена именно в омолении. Но он не разрешил ее есть. Почему он не разрешил? Так потому, что он своим кашмакарматом у Алиму бывают такие высшие уровни и степени. Он видел, что эта еда приготовлена с гневом, с халом тяжелым. То есть человек, который готовил, был в тяжелом состоянии. Что у него были какие-то внутренние душевные проблемы. И эта вся проблема передалась на эту еду. Он даже своим юридом не разрешал такую еду есть. И если ложка была протянута к этой еде, он даже эту ложку не трогал. Вот такая вещь это. Многие женщины задаются вопросом. Сорок дней ты же готовила? Ничего тоже не изменилось в моем муже. Что это случилось с ним? Почему это не действует? Значит, это неправда. Неправда, дорогие сестры. Если мы сорок дней готовим в омовении, но при этом думаем, я Аллах подавись тебе, это тоже на, и это тоже тебе на, и вот это тоже съешь. И больше ни со мной не разговаривай. Вот таким халом, когда мы готовим, что мы можем ожидать в ответ от своего мужа? Готовите с любовью, с радостью, с уважением, зная, что этот человек, это ваши врата в рай. Это ваши врата. Вы можете их открыть, а можете закрыть. Если мы так это будем делать, то кто нам запретит, или кто не сможет сказать потом после этого, что муж их изменился в лучшую сторону. Мы знаем историю про одного Алима, который говорил, у него были такие большие караматы, и он ходил по воде. И он всегда, он как бы, ну, совершал либодат, а его жена всегда готовила ему еду в омовении. И один раз, когда муж и жена сидели, он сказал, видишь, какое, ну, как бы, это благодаря моему служению Всевышнему Аллаху. И она сказала, и что нет моей заслуги в этом? Он сказал, нет, при чем твоя заслуга может быть в том, что я поклоняюсь Всевышнему Аллаху? И она говорит, я тебе покажу, как это может быть. На следующий день она приготовила еду без омовения. Он провалился в этой воде. Он провалился и не смог пойти так, как он делал раньше. Вот такие мы, женщины. Мы сила, но мы об этом не знаем. Поэтому наш посланник Аллаху Алису, Святого Саляму, сказал, человек не заполнит сквернее мешочкой, чем желудок. Сквернее мешочкой человек не заполнит. И для того, чтобы человек мог выпрямить спину, ему хватает пару пусков хлеба. Я не говорю и не призываю держаться на хлебе. Но я говорю, чем больше мы едим, тем тяжелее для нас хлебодат. И задумайтесь, когда мы делаем, вот перед ночным намазом, если мы поедим, поужинаем, и если мы поедим достаточно-таки плога, нам очень тяжело в конечном итоге бывает вставать на намаз. Нам кажется, надо пять минут полежать, а потом я встану и не желаю обязательно, сделаю намаз. Но Шайташ тоже рядом не дремлет. Он гладит нас по голове, нам захочется спать, сонливость, усталость. О, как я устала, Маша, Аллах, надо чуть-чуть еще поспать. Встану обязательно перед утренним намазом. Или мы стоим, или не стоим. Аллах свидетельна. Поэтому мы увидим, что наша еда нас только вводит в нехорошее место. То есть нам тяжелее делать или подать. Чуть-чуть умеренность, чуть-чуть слегка умеренность еды, и нам поможет Аллах Рахман, Аллах Всевышний ради Аллах Тааля. Поэтому мы должны видеть, как мы идеально сложены. Аллах Тааля без никакой подсказки, помощи, без розеток и без шнура, который от нас протянут, например, к току. Мы ходим, мы живем, мы общаемся, мы думаем, мы умные, мы развитые, мы красивые. У нас есть зубы, у нас есть кишечник, который переваривает всю эту еду настолько грамотно, что потом мы можем дальше действовать, и у нас бывают силы для работы. Так будем же довольными, благодарными рабами Всевышнего Аллаха. Будем воспитывать детей в нраве, в духе Ислама. Будем готовить для своих детей омовение. Иниша Аллах Рахман, вот такие дети, иниша Аллах Рахман, у нас в доме тоже будут. Пусть Аллах поможет, пусть Аллах сделает ваш мозлиш и наш мозлист принятым. Пусть наши все грехи смоются в этот день и даст Аллах нам видеть дьявию и праведные вещи праведными, плохие вещи плохими. И столько всего благого сказано обо мне. Конечно, хотелось бы оправдать это перед вами. Дуа, Дуги, Аманага, Альхумбулля, Рабля. Машалла, я думаю, что вы то, чего осталось недосказанное мной в адрес Умия, вы сами это почувствовали, какой энергетикой она к вам сейчас обращалась. Спасибо Умия тебе большое. Ну а так как на самом деле прегрегатива готовки еды, это больше все-таки женщины этим занимаются, и о той силе, которую говорила Умия, в которую мы можем вложить, то духовную теплоту, любовь, с которой мы готовим пищу, безусловно, это помогает в процессе воспитания. Ну это вообще тоже бесспорная аксиома, которая не требует доказательств, хотя были приведены примеры и от Умия тоже. Вы знаете, мне показалось, что вот наш мозлист только начинается. Хотя меня предупредили, что время и Азана, в общем-то, уже приближается, и нам придется с вами расстаться. Самое главное, очень важное, то, что происходит при такой встрече, это, конечно же, обмен знаниями. Это встреча, это получение добрых, теплых ваших взглядов, эмоций, которые очень сильно вдохновляют и желают встретиться с вами вновь. Я очень надеюсь, что Духовное управление Мусульман Дагестана еще раз меня пригласят на такую встречу. Я не являюсь работником, но хочу сказать, что вот такие встречи очень желают быть и вместе с вами, и вместе с ними. Это дает такую определенную мотивацию еще больше узнавать об исламе, еще больше расширять наши горизонты, видения, совершенствоваться, быть образованными и быть счастливыми, красивыми, как сейчас подчеркнула Умия. На самом деле, мы все сегодня поняли, что только нравственные качества делают человека красивым. Спасибо вам огромное. И очень важная эта обратная связь, которая идет от вас, ваше желание узнать что-то. Сегодня Мааль Матунайшат постарается ответить на те вопросы, которые вас интересуют. То есть вы не только пришли получить знания, есть то, что вас беспокоит. Это уже говорит о том, что вы любите ислам, что вы хотите жить правильно, лучше, счастливее. Поэтому вот сейчас на ваши вопросы ответит наша любимая Мааль Матунайшат. Если посмотреть на мою историю болезни, вы можете сказать, как она стоит. Ну как не стоять с такими сестрами? И мне кажется, таких сестер полный город Хасаверт, потому что Мааль Матунайшат уже помню. И ничего не страшно. И болезни, и беды, и то, что мы считаем плохими проблемами, это все, если уповаться на Всевышнего Аллаха, и быть уверенным, что Аллах любит меня, ничего нам не... Нету таких проблем. Сейчас я постараюсь отвечать на вопросы. Спасибо вам за легкие вопросы, на трудные отвечать. Я не могу. И коротко ответим, потому что каждый хороший мажорист всегда у нас заканчивается быстро. Еще много было, что вам сказать, но придется... Некоторые из вас тоже могут сказать уже Азам Божий, почему не заканчивают, почему нам не дают намаз делать. Ну, такой хороший день чуть-чуть откладывать нам возможно. Но самое хорошее деяние после свидетельствования, это вовремя совершенный намаз. Харда пишет, моя мама христианка, имею ли я право делать за нее дуга? Конечно, имеешь право и делать дуга, чтобы она стала на истинный путь. Но после смерти остается поминать ее. То есть после смерти не поможет. До смерти сделать его. После смерти мужа, мать, женила сына единственного, построил дом в одном дворе отдельном. А после жениться, сын хочет продать дом и отъездить от матери по приходу своей жены. А его мать очень хорошая женщина. Дайте совет всем невестам и сыновам, которые ради жен отделяют родителей. Это было, во-первых, сценки тоже показали. И еще я расскажу одну маленькую. Это не хадис, просто случилось. Это приходит один человек к Алиму и говорит, у меня нет, мы к Алиму, приходит к своему, мы Алиму, и говорит, мы Алим, у меня такая проблема, дома я живу, с нами живет мама. И мы Алим останавливает его и говорит, что, какая причина, он опять говорит, мама живет с нами. И третий раз он говорит, что, ну, моя мама живет с нами, со мной и женой. Он говорит, эта мама живет с тобой или вы с женой живете с мамой, определись. Он подумал и сказал, все, все, мой учитель, я понял. Это не мама живет с нами, а мы дети, вы дети, с нами живете, с мамой. Поэтому, как мы воспитали своих девочек, вот такие они и будут невестками. И никогда не будьте такими матерями, которые, одна подружка спрашивает другую, как у тебя дети, мальчик, и девочка были у нее, возрастили, и она говорит, Маша Аллах, очень хорошо живет моя дочка, такой хороший муж попался, он и шубу ей купил, он и на курорт ее возит, он и машину купил, все хорошо сделал. А она говорит, а мальчик, а мальчику такая стерва попалась, говорит, она и шубу хочет, она и на курорт хочет, она и машину хочет, все хочет, так тоже нельзя. Наши дочери сделают, мы хотим, а наши сынья, что мы дочерям делали, не хотим, такого тоже нельзя. Да и латаля нам Акху, у женщин в свою пользу Акху бывает. Пусть у невесток тоже появляется Акху, и они поймут, что скоро они тоже будут сохранены. Говорят, что души умерших посещают свои дома, правда ли это, но души умерших видят, и они где бы ни дали, мы всегда отчитали Коран, это тоже до них доходит. Ну, коротко я отвечу, кто хочет объемный ответ, можете обращаться к Альмам, хасамите их полно. И хотелось мне пораще узнать об Адабах посещения кладбищ. Барак Аллах, люблю вас ради Аллаха. Вот посмотрите, последнее предложение как вдохновляет. Мы это должны сказать друг другу. Мы вас тоже очень любим, и Адабы посещения кладбищ, это одежда, по-шариатски, там читать что-нибудь для них тоже, для умерших. И это посещение пророк, саллиллах, нам разрешил, чтобы мы вспоминали о смерти. и никак, никак не забывать, что мы тоже там будем. Как Расул Хамзатов сказал, вот как сегодня ты, я тоже был вчера, и завтра ты тоже можешь быть, как я сегодня. Зуха, это мусульманское имя, и если то, что оно означает. Я думаю, это персидское имя, но это оказывается татарское, но они одни и те же любят. Но период тоже по-татарски, это сверкающая такая, а по-арабски тоже есть, как цветок, утреная, утренняя звезда, такие периоды. По-менее там причины нет. Можно ли делать вирт при месячных и в какой форме? При месячных омовение делают, но это ни сунна, ни фарс. Для омовения намерение не делают, намерение делают, я намереваю свои вещи омовение для чтения вирта. Ни сунна, ни фарс там не произносится, потому что не получается этого. Просто делать омовение, это же и для гигиены лучше омовение делать. И читают, как читают, обычный бит, потому что это не аяты Корана. А кто рабиту делает, тот чуть дальше представляет чеху обычную, чем каждый день. И Аллах тоже не читает. Ассаляму алейкум в алейкум в алейкум вопрос такой после смерти можно какое время нельзя выходить женщине и носить право. Один алим сказал алим жене можно не выходить, положено не выходить четыре месяца десять дней. другим женам нельзя выходить три месяца десять дней. Какая разница между женой алимой и обычным человеком. Никакой разницы нет. Жена есть жена. Алима или джагина разницы нет. И всем травм тоже одинаковые. И всем одинаковые четыре месяца и десять разницы нету кто бы он не был. В нашем селе нет женщины которые могут обучить Корану скажите пожалуйста возможно ли это возможно ли сделать что-нибудь в Тойоте. Честно говоря по всем селам мы анализ сделали и в Хасавитус они тоже сделали как сегодня я помню приехала одна девушка из Батайорта и сказала что она там работает если она не работает иншалла разберемся или другую найдем и еще Батайорта моя большая просьба ну отвратишь оттуда учиться девочек тогда будут учительницы если каждая свою девочку дома держит или там другие ну светские это слово я не люблю но на другие институты отправляют и потом хотят чтобы учительница была у них откуда мы дадим если вы не отправите своих девочек можно ли делать электроэпиляцию на подбородке подбородке или же усы или же в любом месте лица которые есть волосы можно убрать любым способом электроэпиляции во время пророка не было об этом точно хадис тоже нету но убирать волосы кроме бровей на лице можно можно ли женщине ехать на работу в поле или в магазине или в других местах вместе с другими женщинами если если это отправляют их мужа их мужа тоже неправильно делают что их отправляют если они не хотят но сами добровольные если они идут и просят разрешение у мужа смотря на свой семейный бюджет нужда бывает может муж болеет разные причины бывают когда можно попросить мужа можно я пойду на поле или на базар или куда то если он разрешит конечно можно идти в пределах своего населенного пункта на работу это с ее стороны самое лучшее садаха и поддержка мужа как вы относитесь к фитнесу даже это слово я не знаю что означает но я спросила что означает она сказала это как бы физкультура гимнастика там собираются женщины если женщины даже собираются если только женщины перед немусульманками тоже оврат как перед мужчинами для мусульманки поняли это мусульманка перед немусульманками должна одеваться так как одевается перед другими мужчинами это строго должны соблюдать а так если это гимнастика для лечения для фигуры то запрета нет я давно хочу поменять имя но родители против как с этим быть если девушка хочет поменять имя это значит у нее появился имам так же но еще не такой крепкий имам что смотря на нее родители сами тоже приняли это сами тоже стали строго соблюдать и готовы делать все что она хочет значит этой девушке сначала надо еще над собой работать привести родителей тоже к этому но родителям тоже я желаю чтобы они подвижали девушек своих девочек которые начали соблюдать имя даже если родители против и она хочет поменять имя она за одни сутки до утра может их уговорить у женщин такая хитрость хватает уговорить их и поменять если в сотни дней нас вызывают по имени и если имя плохое у нас нам стыдно становится от своего имени просим вас рассказать что-нибудь по-авальски иншалла последнее это я оставлю здесь я отделила вопросы больные очень больные вопросы которые на каждом адресе я думаю ой я прошу Аллаха о Аллах сделай так что вы на этом адресе хоть не задавали вопрос о вторых женах потому что мне придется отвечать по шариату так же а женщины хотят чтобы я ответила поддерживая их то есть женщины хотят не устроиться под ислам а ислам устроить под себя чтобы им было хорошо то что им нравится чтобы вот это было ислам но так не бывает мы должны подстроиться под ислам вот вопрос если муж обращается к одной из жен хуже чем в другой должна терпеть другая жена это почему не должна терпеть ей какая разница как он обращается это ему разница его надо жалеть его ждут много он должен отвечать за это перед священным аллахом поэтому пожалейте его и еще лучше относитесь к нему если у мужчины две жены как он должен относиться к ним это нас не касается и вас не касается и никогда не думайте об этом вы думайте как обрадовать мужа как быть послушной женой а как он должен относиться это нам зачем можно верят и держать жену на стороне и не разводиться развод это самое ненавистное священному Аллаху из всех разрешенных деяний поэтому о разводе женщине вообще здесь замок должны поставить и никогда не расстегнуть вот так закрыть должен быть рот о разводе потому что много случаев бывает порой когда гнев берет верх над женщиной и она если ты мужчина дай развод я не буду оставаться у тебя дай развод заставлять мужа развод дай наводят до этого и потом через месяц от силы через два три месяца ищут сами сами ищут путь к примирению поэтому развод оставьте дальше хоть два хоть три хоть четыре будут жены живите с мужем это вам хорошо если не верите и если вы уйдете от мужа тогда все равно вы ко мне придете обязана ли первая жена общаться со второй если это заставляет муж если муж заставляет уважая его можно общаться с ним но зачем это это не нужно вы мужу урок давайте и скажите нас оставьте в своих домах и мы не будем ненавидеть друг друга а в правиле она отказаться сохраняя свой покой и нервы вот так покажите мужу вежливо погладите его просите хороший ужин готов и за ужином скажите мой любимый муж в моем сердце для твоих места нет я только тебя люблю но ее тоже не буду ненавидеть если не хочешь если хочешь разговаривать это не проблема сейчас это наверное книга о благонравии как я поняла не может ахмаад афан афан дескод сасир у араб мацал гэл царгиву гэл ахлях усва лих араб мацал ал араб афан араб шайх алим да гистав нераж это говорит что то что что то автор и у код у У нас был еще один обычный 주ник человек сама и сказал, что нужен друг за другим возрастом жизни. Я так сказал, что критинка rozmояя, потому что не будет это не так. Когда эта работа не уникальна, он сказал, что не будет это и не будет это. Нет, ничего не уникал. Вы говорите, что в прошлом году у нас было из моих границ. Добавил субтитры DimaTorzok 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 И еще хадис есть? Вы одевайте белую одежду. Она приятна и чиста. И вы одеваете свои белую одежду. Другой хадисы, которые говорят, что черная суна и так далее. Такой хадисы мы не встретили, но эти два цвета упоминаются. Желтый, который не любят белую одежду. Когда на хадисы, когда на хадисы были рядом с нами были женщины из Африки, но плохо, что они арабские не понимают, их я тоже не понимаю. Ну, диалогу с ней не получилось. Ну, как-нибудь жестами вот так я сказала им, почему вы так это одеваете. Пестрая, пестрая такая одежда бывает у них, но у них обязательно атрибут у них. Здесь цветочек делают на голове. Эти же материалы, похожие на платье, цветок делают на голове. Они так плачут вокруг Каби, они так поклоняются священному Аллаху. Крепкий имам, видно. Ну, на хаджи же это я видела. Пришла сюда, оделась вот так пеструю одежду и такой цветочек здесь делала. Что вы будете сказать? Все люди будут на меня смотреть. Так же на нас внимание обращать. Что-то такое делать нам нельзя. Поэтому красное, красное тоже не одевайте. Желтое, желтое вообще не одевайте. Одевайтесь, как одевались наши предки. Черное они одевали, когда муж умер. Белое они одевали, когда была свадьба. А остальные цвета обыкновенные каждый день. Поэтому, иншалам, мы тоже будем похожи на наших предков, потому что они были достойны, чтобы мы были на них. Ассаляму алейкум. На самом деле, сейчас придется сделать то, чего нам страшно не хотелось бы. Я думаю, что вы испытываете такие же чувства, какие мы. Нам придется расстаться. Но тот, кто назвал город Хасаюрт центром торговли, тот ошибался. На самом деле, в городе Хасаюрте живут боговоспитанные и богобоязненные люди. Спасибо вам большое за вот эту теплую энергетику, которую вы подарили нам. Спасибо работникам отдела просвещения, которые вот все то, что было подготовлено этими милыми девушками. Я очень надеюсь, что это будет... Вот мы сегодня покинем этот зал. Вот с сегодняшнего дня давайте постараемся вместе. Я вместе с вами слушала это тоже впервые некоторые моменты. Будем стараться, чтобы это вошло в привычку. А каждая наша привычка, она всегда начинается с первого шага. Я искренне желаю каждому из нас это. Еще один такой момент боговоспитанности вашей я хочу подчеркнуть. Я просто не могу об этом не сказать. Когда Муальмата Найшат стала говорить на аварском, я думала, ползала, наверное, ну не все же тут жители являются аварцами. И, наверное, многие не понимают. Я думала, что ползала уже не будет. Вот не зная даже слов перевода того, что говорит Муальмата Найшат, но при этом чувствуя, с какой любовью, с какой нежностью она обращается к вам, вы все ее внимательно слушаете. Спасибо огромное. Вот переполнены именно такими же чувствами все работники отдела просвещения, которые пришли на эту встречу с вами. Прощаемся. И хотелось бы услышать, с ней мне тоже сегодня удалось познакомиться. Это ваша уважаемая работница отдела просвещения, руководитель отдела просвещения города Хасаверт, Зулейха Умарова. Салам алейкум, дорогие и уважаемые мои сестры. От себя лично, от вас и от всего отдела Дамвата города Хасаверт, Хасаветовского района, хочется поблагодарить наших сестер, наших гостей, которые оставили свои дела, приехали к нам, провели вам такую благодатную, прекрасную жизнь. Также хочется выразить особую благодарность, нашим нашим вам, за то внимание, которое вы уделяете нам. Мы чувствуем вашу любовь, ваше особое внимание именно к нам. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, чтобы также могли нас радовать своим присутствием, и чтобы это был наш очередной наш жизнь, не последний, а очередной наш жизнь. Пусть Аллах вооднаградит и одарит нас всех, кто им передалось. Также хочется выразить благодарность директору Центра культуры Мухаммаду Хаджи и в лице Аль-Хаджи Сыгипусенова всему отделу Дамвата города Хасаветовского района. Я думала, что Зулеха сама скажет, но все равно пришлось после Салама тоже возвращаться, замечаю, уважаемые сестры. У нас в республике идет строительство духовного центра. И, маршалла, как мужчины, мы пропагандировали там, потому что каждую пятницу тоже не собираемся, такое у нас не получается. Но наши женщины на первом месте, кто с себя цепочки снимает, золотые дают. Честно говоря, я думаю, если бы я такой молодой была, вряд ли я дала. Вот такую длинную цепочку, вот такую толщину дают. Снимают молодые девушки. Сильки снимают, кольца снимают, дают. Уважаемые сестры, стройка мечети идет. Иншаллах, и будет она. До конца тоже доведется, иншаллах, рахман. Из-за наших денег там вопрос не стоит. Вопрос в том, чтобы мы получили вознаграждение. Чтобы мы получили вознаграждение. Один раз пророк, саллиллах, сделал вааза для мужчин, потом повернулся в сторону женщин, сделал для них тоже. И он говорит, о, женщины, но чмираджа, когда мне показали ад, я вас видел там больше, чем мужчин. Женщинам это было, конечно, очень тяжело. И одна из них обращается к пророку, саллиллаху, алейхи вассалям, и говорит, о, наш пророк, за что хоть нас так много отправляют? Он говорит, из-за того, что вы скупие, вы сами не делаете садака, и делать мужям запрещается, запрещаете, и недовольны, когда ваши мужья делают садака. Это не только рукой дать садака, имеется в виду. Бывают женщины, я о вас много знаю, чем вы сами, жалуются, когда муж идет работать в мечеть, жалуются, когда муж идет куда-то на дежурство, по исламу, жалуются, когда он идет работать, строящийся в мечети, и говорят, дома работу не делает, а там делает. Как понять его? Очень хорошо понять, и в тот день очень хорошо кормить. Это значит, для него рай. А если ты будешь послушным, покорным мужем, и для тебя рай. Поэтому, и помогайте мужьям, отцам, братьям, сыновьям, если они еще не открыли глаза, и ни разу не помогли, то ли деньгами, то ли руками, то ли поддержкой, чем-нибудь, то побуждайте их тоже, и вы сами. То, что мы здесь оставляем, или то, что мы кушаем, то, что одеваем, уважаемые сестры, это там мы ноль найдем, ничего не найдем. А что даем для мечети, это мы там найдем. Просто два-три примера, я вам приведу. Это от гордости, что у нас такие женщины. Одна женщина, у которой 10 тысяч зарплаты, всю жизнь, пока она не умрет, 5 тысяч отправила для мечети. Ни один месяц, ни два месяца, сколько она жива, и сколько будет работать, 5 тысяч идет в мечеть. Она говорит, после этого, эти 5 тысяч, которые ей остались, эти 5 тысяч, как 50 тысяч барракад. Мы только не понимаем. И еще, уважаемые сестры, одна женщина пришла с двумя платками и говорит, у меня ничего нету, хоть этим я могу помочь. Что сказать? Я очень обрадовалась и спрашиваю, сколько тебе лет это было у меня, чтобы узнать, есть ли, получать ли она пенсию. Я ей говорю, сколько тебе лет? 48. Значит, а работаешь где-нибудь? Нет, не работаю. Человек не работает, зарплаты нет, 55 лет нету, песен нет. Значит, у нее никакой заработки нету, но хочет помочь в мечети. Принесла два платка, я иду к соседке, купи эти платки. Она говорит, зачем мне эти старые, которые вышли из моды платки? А я говорю, купи, это одна женщина для мечети принесла. Она по 500 рублей дала за эти платки и купила вообще не нужные платки. А от этой женщины тысячу рублей для постройки мечети. Может, сейчас для нас есть шанс заработать в раю дворец. потому что через некоторое время может появиться спонсор и скажет, ваша помощь не нужна. Тогда не получится у нас. Кто-то может подумать, сегодня у меня деньги нету, когда будут, я дам. тогда делайте другим других наставляйте. Вот если бы у меня было, как у тебя, деньги и золото, и так далее, я дала бы. Хотя бы вот так, хоть словом помогите, уважаемые сёстры. Есть одна наша слушательница, у нас каждую субботу лекции бывают для женщин. Машала, такие активные женщины. Среди слушателей есть одна, которая как начали стройку мечетей. каждую субботу она принес по тысяче рублей. На каждую лекцию, посмотрите, я потом спросила, заработок четыре с половиной тысячи рублей. Вот такие женщины есть у нас. Давайте будем на первом ряду. Это нерия. Поняли вы? Просто я даже по имену хотела бы сказать. Они стесняются, не хотят, но всё равно это нерия, что даётся для мечети. Дайте, уважаемые сёстры, сейчас здесь тоже будут эти ящики там у входа тоже во дворе или где-нибудь тоже будет стоять. никакой нерия, никакой не показуха, ничего. Ради Аллаха для стройки мечети дайте и сегодня, и завтра, и через неделю, и через месяц сколько есть возможностей, пока спонсор не появился. А без наших денег стройка маршала идёт на один фундамент, который я проведена недавно, сто миллионов ушло, а сейчас подумайте, сколько мы дали. Правила домен. Продолжение следует...